Я же до стажа не доживу. Посмотрим. Отсюда всякие наши пенсионные реформы. Да ты что? Ты хочешь сказать, что мне простят все оставшиеся долги по ипотеке в 50 лет? Миллион копий Саватеева Алексея Владимировича в эту субботу отправились на сплав в половодной парике Коширка. До самой смерти решала математические задачи. Почти 5 факториал. Свой мозг настолько замедлил его старение, что смог доказать совершенно олимпиадным методом вот этот результат. Единственное, что он делает, это его вмешательство в себя, это он непрерывно пьет огромное количество пива. Вот тебе и ЗОЖ. Очень высокая смертность этой популяции была, когда я бухал. Перестала работать теория. Офигеть, какая история. Тимпанзе похоже на английский королей. И началось. Я эти свидетельства описал, это большой толстый том, очень интересный. Офигеть. Это такая психологическая... Целая книга, да? То есть ты на самом деле обвиняешь вот этих ученых прямом абсолютно под логой? По сути, да. Какой-то сценарий, триллер, как они все это провернули и, главное, зачем? Если она недостоверна, то все остальные тоже документальные... И поэтому давайте не вскроем ДНК. Ага. Ты реально Рюкель Паворон. Что там после... И Шерлок Холмс. Все телевидение мира, все на этом событии. И ОПА Илона, или ОПА все-таки Жанна, да? В процессе фильма появилась авторакционистская картина. Это шикарная история. Я не знаю, что сделать. Я всего лишь ведущий канала Маткульт. Привет. Я скажу вам, откроется, что это... Я даже могу сказать, кто привяжется. Маткульт, привет, друзья. Сегодня у нас в гостях Алексей Саватеев. Привет, Коля, привет. Вы знаете, кто это такой, да? Самое главное, что в этом году он встречает свой юбилей. Да, причем единственный в жизни юбилей. Действительно, по-настоящему юбилей, да? Ты знаешь, откуда... Я же до стажа не доживу. Посмотрим. А это будет иметь отношение к теме нашего разговора? Конечно, уже пора задуматься о высоком. О, как интересно. Знаешь, кто первый ввел понятие юбилей? Юбилей, что-нибудь английское, французское. Нет, нет, может, еще раньше. Его ввел пророк Моисей, это понятие. Именно 50-летие, как... Да ты что! Это я только сегодня прочел, когда готовился к нашему разговору. Дело в том, что юбилей – это год свободы, когда рабов освобождали, все долги прощали. Да ты что! Ты хочешь сказать, что мне простят все оставшиеся долги по ипотеке в 50 лет? Возможно, или ты простишь кому-нибудь. А, я понял, как я сделаю. Я скажу, друзья, скидываемся мне, погасим ипотеку, мы новую квартиру большую возьмем. Так будет, да? Ну, возможно. Понял. Но у меня в этом году будет действительно юбилей, 50 лет. Ну, да, ты приглашал меня. Да, и это будет в Майкопе. Но я еще всем расскажу. Ну, а ты с кем все-таки собираешься? Ну, смотри, значит, 13 декабря мне есть полностью 50 лет. Я думал так, что... Я думал, ну, как бы, я думал, что, ну, я доживу до пенсии 65 лет, да? Дальше сколько Бог даст? То есть вопрос... А вообще от чего зависит продолжительная жизнь? От чего? Ну, нам объясняют, что от того куришь, ты пьешь... От образа жизни, да? Да, ЗОЖ. Знаешь, что у Ленинграда такая песня, ЗОЖ называется, очень классная, с клипом ужасным, который нельзя детям показывать. Так, Моисей... Так, Моисей... Так, Моисей... Доктор танцует, покуривая в морге, так... Я скажу вам, откройся, ТОЧ-ТОЧ-ТОЧ-ТОЧ-ТОЧ... Моисей, до скольких дожил, знаешь? Ну, я, конечно, могу сказать, что я вижу здесь фразу, поэтому... Ну, до 120... Не, Моисей дожил до 120 лет... Нет, ну... Ну, Бог за что-то прогневался и сказал, что все, больше 120 вам не дам. Нет, а до этого они вот так жили, да? Ну, там, 900... Да это я не знаю. Невероятно, да. После Моисея... Так, ладно, после Моисея, да. Ну, говорили люди, не в Библии уже говорили, что кто-то прожил там 256, там, 28, там... Ли Цинь Юнь, китаец, ходил по горам, собирал травы. Но это все легенды, мифы, никаких научных подтверждений, ни про кого. Вот в Советском Союзе были азербайджанцы, Ивазов 148, Ширали Муслимов... Да, так я вот слышал, я с детства помню, что мне мама говорила, что в горах... И папа, говорю, в горах там живут долго, по 150 лет иногда живут. Да, и... И я запомнил, а потом вдруг, вдруг какой-то момент, мне там говорят, что самый старый человек на Земле, там, это... Ну, где-то в районе 120, что ли, ну, в общем, короче, вот что-то такое я помню, да. Вот если... Я очень удивился, да. Большой плац научно-неподтвержденных, просто такие легенды для газет, а есть научно-подтвержденные. Совсем разные две рисовые категории, и очень долго вот этот библейский предел научно не перебивался. 120 — это 5 факториал, что-то в этом есть божественное. Да, что-то в этом есть божественное. Но в 95-м году впервые он был преодолен кем? Ну вот, да, ты мне сказал, о ком мы сегодня будем говорить, да. О ком мы сегодня поговорим, но скорее во второй части... Самая старшая жительница Земли, да. Как вообще можно подтвердить возраст человека? Что нужно, чтобы понять, что... Рядом с ним жить все это время. Что... Ну, как бы это сложно, потому что надо самому до старки даже... И вообще, если ты хочешь подбить рекорд, то тебе надо соревноваться вообще со всеми людьми, которые сейчас живут, которые когда-либо жили. Очень конкурентный вид спорта. Да-да-да, сам конкурентный вид спорта. А потом еще доказать, что ты это сделал. А как докажешь? Значит, тебе нужно что? Ну, наверное, свидетельство о рождении какое-то в архиве, чтобы в каком-то хранилось. Вот в таком-то году родился этот, 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 и среди них ты. А во-вторых, доказать, что ты — это именно тот, который в этом свидетельстве о рождении указан. Вот это тоже сложный такой момент. И вот сперва, подмена документов, подправка... Ну, вообще, должен быть документ. Вот у этих товарищей, у муслимов, хоть их как в Советском Союзе считали, а за границей нет. Ого, и базов. И базов. Потому что у них вообще не сохранилось никаких документов. Ну, вот они говорили, что им столько лет, начинают с какого-то момента. А на самом деле, как проезжаешь? Никак. А если есть документ, вот у Жанны Кальман, в городе Арль, идеальная документация. Во Франции вообще помешанная бюрократия. И там свидетельство о рождении до 16 века, можно сказать. Они подряд идут в архивах. И все там браки, переписи населения. Все, все идеально. И вот она побила этот рекорд. И все, сказали, что мифический рубеж преодолен. Все, больше нет границ никаких. И она стала символом долголетия для всех геронтологов, для демографов. Вот такая икона. Он забыл про меня. Он не торопится меня увидеть. Он знает меня слишком хорошо. Да, это Кальман. Книга рекордов Гиннесса. То есть она вошла в рекордов Гиннесса. Да, все организации, которые валидируют возраст, вошла в тысячи научных статей, огромное количество книг, но про это мы еще поговорим. Но вообще, продолжительность жизни это случайная величина какая-то. То есть не только от того, пьешь ты или не пьешь, но может что-то случится в любой момент с тобой. Поэтому индивидуально это непредсказуемо. А вот что будет, если мы возьмем тебя, Алексея Саватеева, и клонируем? То есть возьмем миллион копий Алексея Саватеева, размножим сейчас, поставим, и они будут как-то себе жить. Ну я могу сказать, что 10 негритят пошли купаться в море, один утонул, а их осталось 9, да? Значит, миллион копий Саватеева Алексея Владимировича в эту субботу отправились на сплав, половодный по реке Каширка, с миллионом копий Шварцев, Дмитрия Александровича. Нет, скорее по миллиону копий этой реки, чтобы они были независимы. Да, из них наверняка утонуло, ну я думаю, что копий где-то 5000 точно отправилось, потому что половодный сплав очень опасен. Да, все верно. Так, да. То есть, оказывается, инвариантно, нет, я попал в эти, которые 995. Ну конечно. А может быть, вселенная, на самом деле, ветвицы, и на самом деле они и есть, как бы эти миллион копий, просто мы их не видим. Так вот, то есть есть инвариант, это не момент, когда он умрет конкретно Алексей Саватеев, а это кривая до жития Алексея Саватеева, распределения продолжительной жизни. Ну да, такой вот, популяция Алексея Саватеева. Если их очень-очень много, то это будет плавный кривой. Что это за кривая? Это такая, ну давайте, может, я напишу на данный кривая. Ну понятно, да, какая-то кривая, да. Да, вот. С-А-Т, да? Да, да, расскажи мне. С-А-Т, это доля, доля выживших в момент времени Т. Вначале у нас все... Выживших не из ума, а выживших. Да, которые еще не умерли. Вначале у нас единицы, то есть абсолютно все Алексея Саватеева живы. И в момент времени ноль, вот это единица. Да, так. А потом, ну если их было мало, например, если он был один, то вот он живет, 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 и оп. Вот такая кривая дожития. А если их... Ну если их миллион, то да, 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 там, ну что-то такое, да. А вот какая форма? А может быть она вот такая? Не знаю. А может она вот такая? Да. И дальше вопрос у нас... Ну я бы, вот я вот совсем профанский, да, я допустим профан, да, если Саватееву в это время 50 лет, то, наверное, некоторое время это все не очень будет сильно. Ну вот иногда будут вот такие коширки случаться, но в целом я мало рискую. И потом, значит, соответственно, будет вот 80, уже будет как бы довольно много умрет. Ну и потом может вот как-то вот еще раз гибрид. Я не знаю. Африори мы вообще ничего не знаем. Но мы хотим, как ученые, мы хотим изучить, как она устроена, как кривая дожития. Но с кривой дожития еще связаны другие понятия, такие как смерть, мы их попозже ведем. Но мы же не можем клонировать Алексея Саватеева. Мы можем смотреть просто на реальную ситуацию, на реальную популяцию. Вот какую-то группу людей взять и посмотреть, а как устроены или нет. Мне всегда интересны были вот эти демографические моменты. Я даже думал приготовить лекцию про демографию, но никак не могу сесть себе заставить это сделать. Ну в принципе я могу тебе рассказать, но они сейчас, потому что я как бы этот вопрос очень... Я как бы откуда я пришел к Жене Кальман, я же заинтересовался именно вот вопросами старения. Не только демографии, диалоги, старения. Вот, это очень интересная тема. Но сейчас мы так по верхам просто пройдемся. Рассмотрим две группы, казалось бы, совершенно не похожи друг на друга. Английские короли до 17 века и шимпанзе в зоопарках. Как думаешь, что вообще у этих двух групп? Вот в чем их схожи? Как это есть или нет? Что-то оскорбительное в этом есть для империи, да? Не знаю, не знаю. Шимпанзе похоже на английских королей, да? Ну, оказалось. Хочешь сказать, что у них очень похожие кривые, да? Идя, едя, едят вдоволь, как бы. Ну, и еще, да, понял. И оказалось, я просто сравнил их кривые дожити, оказалось, они практически идентичны. Вот, ну и там не так-то много они жили. И половина, это называется медианная продолжительность жизни, то есть, вот, 50% умерло, 0,5. Да. И вот она где-то, ну, типа, 40 лет. А, то есть до юбилея, до 50 лет. До 50 лет. То есть, как бы, если английский король, то тебя уже наполовину и нет. И если ты шимпанзе, на самом деле шимпанзе живут меньше, как бы, читается людей, но в зоопарках им так хорошо, а королям так опасно жить на такой нервной работе, что получается похоже кривые дожити. А есть две другие группы, которые живут гораздо дольше. Как? Это корейские императорские евнухи, знаешь, что такое евнухи? Ну, это которые кастырированы. Да, они, ну, поскольку они за гаремом следят, то, да. Но это очень-очень высокопоставленные люди, богатые. Про них просто очень хорошая документация, кто когда жил. Это тоже древнее время. И древние греки. Знаменитые древние греки, ну, это, как правило, пилотцы. Да, там, Димагорит, Димагорит, Аристотель. И, ну, насколько достоверны их рождение и смерть, это спорный вопрос. Но те данные, которые есть, тоже показывают, что у них практически идентичные греки дожити гораздо лучше. И у них уже больше 70 лет медианной продолжительной жизни, а максимум у тех, кто других, под 110, там, 109 лет. Но это точно установлено? Хотя их мало. Документально или нет? Вот опять же вопрос. Ну, вот только что, это, как бы, в первокорейских евнуков была научная статья, но вроде бы, как бы, документы говорят, да. Про греков, там, из разных источников спорная достоверность. А кто прожил дочь всех из греков? Да, Горгий такой, философ Горгий, он, кстати, важен для нашей второй части будет, но ты поймешь, почему. Да. Он славился своим нигилизмом, он говорил, что, ну, по сути, истины вообще не существует, но даже если она существует, то человек не сможет ее постичь. А если даже он сможет ее постичь, то вот другим это доказать и объяснить он не сможет. Так устроены науки не точного характера. Да, вот, кроме математики. Ну, про то, что есть математика и физика в то время ее не было. Ну, математика только была. Лично я с ним не согласен. Я считаю, что мы можем приблизиться к истине, если мы честно хотим это сделать, и по мере поступления все новой информации приближаться и приближаться. Ну, ладно, раз есть советы научные, значит, истина как бы есть, да. Ну, да, ну, да. Так, теперь, ладно, теперь введем еще пару понятий математических, связанных с кривой дожития. Да. Это смертность, интенсивность смертности. Насколько интенсивно вот эта кривая дожития идет вниз, да. Но это предел такой. Доля умерших в период времени от Т до Т плюс дельта Т, Т плюс ДТ, допустим, относительно того, сколько было в живых в момент Т. То есть, какая доля умерла из тех, которые живы? Да. Но умноженное, деленное на ДТТ. Ну, короче, это логеретическая производная. Да, и это, по сути, что-то такое, минус, логарифм. Ну, да, да, да. С от Т производная. Да. И, соответственно, это процентная ставка типа смертности. Уровень выбытия. Уровень выбытия, да. Насколько интенсивно там… Уровень выбытия. Да, и, соответственно… Насколько интенсивно умирают все мистерные. Да, иногда, наоборот, известна смертность, но неизвестно кривая дожития. И тогда, по сути, мы можем Е в степени… Ну, интеграл там… Уровень выбытия. Уровень выбытия. Очень высокая смертность у этой популяции была, когда я бухал. Где-то до 30-35 лет. Она была очень высокой. На каждой пьянке я имел хороший шанс отправиться к праотцам. Кроме того, накапливалось там… Отравление как бы… Отравление алкоголем или травмы, несовместимые с жизнью от милиции, там, в случае… Травмы, естественно, уличные, связанные с алкогольным. Ну, то есть, от случайных событий плюс от, там, возможные просто… Возможно, там, разовая смерть от передоза алкогольного. То есть, вот та популяция сильно поредела. Да. Потом, значит, соответственно, когда я сильно остепенился, то… Это начиная с какого? Давай с нуля, может? Ну, с нуля, там, первое, я просто не знаю, там, детская смертность есть какая-то период. Давай начнем с 20-ти лет. С 20-ти? Там очень была жесткая, то есть, сильно убывала популяция Саватеева. То есть, у нас пошел такой… Да, да, да. Распад Саватеев. То есть, она была константная, но очень высокая, да? Да. А, ну, да, долгое время. На графике смертности вот эта мю, да? Ну, да, соответственно, так в экспоненте была. Она была вот какая-то вот такая. Да, а там, соответственно, будет экспонента. Потом она пошла вниз или вверх? Вниз, конечно. Смертность упала в каком возрасте? Ну, вот 35 лет я… Нет, 38 или 40 я завязал. Ну, короче, там в районе завязки все пошло вниз. Очень высокая смерть, потом вниз. Сильно, причем быстро пошло. Вот я завязал. Так, что дальше? И дальше… И дальше, в общем, я не знаю… Она вершись кривилась или еще нет? По-моему, нет. Ну, в 50 она, наверное, пойдет уже вверх. Может быть, да. В 50 пойдет вверх, но по какому-то закону. По какому-то неизвестному незакону. Ну, и, соответственно, кривая дожития, она уже всегда идет в мисс, но вопрос… Ну, это понятно, с какой скорость. Да. Ну, нормально, хорошо. Это… То есть, вот это диплографическое омоложение. Да, да. АТ… Так. Это… Ну, опять, то же самое по отношению к смертности, как смертность по отношению к кривой дожития. Это процентная ставка смертности. То есть, штрих от Т на мю от Т, грубо говоря. Дельта, насколько изменилась смертность относительно того, сколько она была сейчас. И, оказывается, на большой популяции, ну, не Саватеевых, а там жители всей страны, например… Лог производный уже от смертности, да? Да. Вот это старение, как думаешь, какой момент жизни оно максимально? Ну, раньше, я думаю, что оно было максимально в младенчестве, потому что очень много умирали в младенчестве. Нет, на самом деле, в младенчестве она была отрицательной. То есть, вероятность умереть падала в нулевом возрасте, недоношенном, она очень максимальная. А, да, 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 нет, я это хотел сказать. А потом она падала. Падала. Сейчас вот… А, эршмирность падала. То есть, максимально отрицательное старение действительно в нуле. А потом она растет, но все еще отрицательная до какого-то момента. Знаешь, до какого? Ну, до девяти лет, например. В девять уже… В девять, как бы… Ага. Начинается… Непонятно… До девяти? Начинается уже старение. Начинается… Она пойдет вверх. То есть, смертью минимально в девять лет, грубо говоря. Ага. Потом уже… Это я рисую А, Т, демографическое старение. Да. То есть, отрицательное в нуле. В девять лет она положительная. А максимальная в какой возрасте? Ну, на самом деле, она максимально в половой созреваемости. То есть, ты говоришь, что ты очень сильно там рисковал 20 лет, но вся популяция в среднем, не знаю, прослатируется. Да. Это где-то 15 лет там такое. То есть, максимальное старение. То есть, максимальный всплеск роста и смерти. Вот перестройка организма в взрослый режим. Максимальная старение. Потом она падает. Ну, почти. Очень высокая смертность здесь, поэтому дальше она как бы… Не-не-не. Смертность уже с девяти лет всегда растет. Ну, в популяции всегда растет. Но максимальный рост – это старение. Максимальный рост – 15 лет. Потом она опять высокаивается к 20 годам. И дальше она как-то начинает уже быть константой. Но сейчас мы к этому придем. Это просто так отвлеченный… Это гипотеза, это факт. Нет, это факт. Это легко посмотреть по странам, по статистике. Это как раз ничего сложного. Но это мы отходим от темы. Вообще, кому интересно изучать вообще это старение, как оно устроено, вот эти кривые дожития. Ну, медикам, не знаю. Кому это нужно? Кому это нужно? Или ты имеешь в виду бизнес? Нет, нет и нет. Оказывается, это нужно определенной группе людей и всегда… А, ну, кто страхует жизнь? Да. Вот, значит, ну, как бы пенсионному фонду в России, в нашем понимании. Но, на самом деле, в Европе это было задолго до пенсионного фонда был такой способ у государства привлечь деньги с населения. Ну, например, чтобы профинансировать войну какую-нибудь. Значит, человек приходил к своему там какому-то феодалу и платил ему одноразово какую-то сумму денег, чтобы получать всю жизнь пенсию или там пожизненную ренту. Всю жизнь, пока он живет. А, и все. А если он умрет? Нет. Вот он тебе… ты ему дал 500 тысяч долларов. Нет, нет, нет. Бедные люди, они дают ему сколько-то там. Ну, не знаю. Хорошо, 5 тысяч долларов дал. 7 тысяч долларов. 7 тысяч долларов. Ну, не долларов. А это в Европе было. Ну, не важно. Ну, там каких-нибудь 7 тысяч. Да, тугриков. А потом каждый год ты получаешь от этого феодала, пока ты жив, тысячу. Это много. И если ты прожил 7 лет, то ты как бы… Ну да. А если феодал умирает, то все? Нет, я дал это как бы, ну, государство, ну, его наследник будет платить. Все нормально. Будет, да? То есть, не может быть нашите кинули. Тут идея в том, что, как бы, профинансировали войну, эти пошли воевать, умерли раньше, чем через 7 лет, и как бы государство выгоднее. И получило эти деньги, да? И что самое интересное, это вот ставка пожизненной ренты, ее цена, она не зависела до 18 века от возраста. То есть, не было такого понятия, что какой-то старик… Че? Я покажу 23 года, даю 7 тысяч. Потом тебя посылают на войну, тебя быстренько убивают, либо ты заболеваешь чумой там, и половины города вообще нету сразу, либо еще что-то. Да. То есть, тогда такой вопрос, что с возрастом сильно растет смертность, его просто не было. Ну, какие-то люди очень редкие доживали до старости, но это так редко, что это ни на что не повлияет. То есть, кто, по сути, не принимал смерть в лежачем положении? Всех там насильцев? Ну, нет, ну какая? Нет, не насильцев, не эпидемия, очень часто. Ну, я уж не говорю про то, что эту ренту во вноденчестве вообще бессмысленно покупают, потому что огромная вероятность, что ты умрешь до 5 лет. Слушай, любой человек 13 мог прийти, сказать… Да, да, да. Вот. Офигеть! Что, правда? Вообще, да? Везде в Европе. Но потом появились математики, которые начали думать, а может быть, мы сможем ценовой дискриминации ввести? Ну да, да, да. Прикольная идея. Какая справедливая цена этой… И куча известных математиков этим занималась. И вот в 1725 году Абрагам де Муавр. Формула Муавр. Да. Про что формула знаешь? Да. Я в степени эфира, но косинус… Это фото Эйлера. Подожди. Нет. С извлечением корней, да, из комплекса в числе? Ну, какой-то там поворот. Корень из… Корень конкретного числа равен делить на n этот самый угол и, соответственно… Ну, что-то связано, да, с поворотами. И плюс… Да, но, оказывается, у него была другая еще формула. Он опубликовал большой трактат по оценке справедливой вот этой пожизненной ренды. Круто. И формулу он вывел по оставшейся… зависимости оставшейся продолжительности жизни в ожидании от возраста человека. Как думаешь, что это за зависимость была вовремя? Ну, вот возраст человека какой-нибудь, там, не знаю, X, сколько ему еще остается в ожидании прожить? Ну, исходя из этого, конечно, можно считать правильным вариантом. Ну… Она уже зависела от X, да, у него? Да, у него она получилась… Ну, он основался, естественно, на данных о рождениях и смертях в каком-то конкретном городе… В городе… В городе Вродслав. А, он поляк, что ли, был? Не-не, это старые данные, они еще от Галлея идут. Первый их анализировал Галлея, который… Конета Галлея. Конета Галлея, да. Вот интересно. Галлея это, Муавра это, а Мерсен, знаешь, чем заменит? Кроме чисел Мерсена, которые я постоянно рекламирую? Чем? Нет, не знаю. Это он придумал равномерно тампелированный клавир с корнем 12-ой степени из двух на каждое повышение полутона. Ну, пианино, по сути. Да, пианино. А, бах, это, значит, схватил и сказал, о, именно так и будем. Понятно. Все пиани чуть-чуть занимались вот этой пожизненной рентой, потому что дело очень важное и прибыльное. Вот, и Муавра, он сказал, что эта продолжительность жизни линейно убывает, ожидаемая возрастом, ожидаемая продолжительность жизни, убывает линейно вплоть до… Сейчас, но с каким коэффициентом? Подожди, с каким коэффициентом? Вот, если у нас возраст Х, то нас ожидается прожить 86 минус Х пополам. А, просто вот так. Просто вот. Ну, а если 86, то тогда нужно лечь. А когда он пришел 86, ну все, его дарок никто не выжил больше. Просто не такой же большой город, и тогда это действительно была маленькая вероятность была дожить. Но сам Муавру эту формулу опроверг. В смысле, он прожил дольше, что ли? Он прожил 87 лет. Гениально. Так. Ни фига себе. В то время, да? Да, ну нормально. Следующий результат в этой области, очень важный, был ровно через 100 лет. Так. Это Бенджамин Гомперс, очень известный в теме демографии, старения. Он вывел формулу Гомперса, который говорит, что вот вот эта смертность, большая часть взрослой жизни, она растет как-то экспоненциально. Просто экспонента Е в степени АХ плюс Б. То есть, например, ты меня старше на 10 лет, грубо говоря, у тебя вероятность умереть в два раза больше. Кто-то старше тебя, у него в два раза больше. А тогда это как бы двойная экспонент? Да. Кривая дожития будет выглядеть примерно вот так вот. И все. Ну это вот двойная экспонент, это САТ. Да. Но, с маленьким но. Это доходит до какого-то момента, а потом успокаивается, выполаживается и начинается плато с возраста 92-х лет. То есть, старение. А много было данных после 92-х лет? Ну да, определенно, конечно, данных уже там вплоть до 100. Ну тысяча. Это уже такие годы, когда стали люди чуть-чуть подольше жить. Да, ну их было не так уж много, какие-то маргинальные возраста, возможно, там были ошибки какие-то. Но вот он наблюдал плато, ну и действительно, рент вот так, значит, уже размер рент на плато не зависит от возраста. Если ты прожил столько, может ты еще сколько-то проживешь. Одна четверть умирает каждый год. Вот такой вот плато. Ну да. Еще через 50 лет после Гомперса родилась Жанна Кальман, 1875-й. И тогда все еще в маленьких возрастах, по крайней мере во Франции, эта смертность была столь высока, как ты говоришь, все бухали или что-то. Нет, в младших, в молодых или всех. От 25 до 45 у французских женщин, на самом деле, дело, проблемы с родами, проблемы с инфекциями. Смертность вообще не зависела от возраста. То есть, ну, но была высокая. А сейчас, ну, прямо в 97 году, когда умерла уже, якобы, Жанна Кальман, то эта смертность была, ну, там, сто раз ниже изначально 25-летних. Но зато она потом росла экспоненциально. Все еще ниже была 45. Ну, то есть, появилось как бы демографическое старение. Ну, это не значит, что тогда они не старели. Но просто, как ты говоришь, эта фоновая смертность затмевала, добивала... Примерно понятно. Да, прошло еще много лет... Вопель. Да, и появился... Возраст моей мамы, фактически, папы. Да, появился у этой теории Плато смертности в старших возрастах очень мощный сторонник. Это самый знаменитый, самый влиятельный современный демограф Джеймс Вопель. Ну, он подвел большую теоретическую базу под понятие Плато. Сказал, что популяция у нас неоднородная. Стареет она тоже как-то дискретно, может быть, неоднородно. И к старшим возрастам у нас накапливаются какие-то индивидуальные различия. Кто-то уже старец, там, сто лет, а кто-то еще ого-го. Ого-го! Грудь колесо! И вот тот, который старец, он умирает, а тот, который ого-го, он только через два года станет старцем. И вот, получается, выполажение. И он подтверждал эту теорию на мухах. Действительно, у мух там Плато смертности, начиная с какого-то момента. Плато сверхстарых людей, да? Да. И на людях. Норталити рейт, левел оф, это экстримейт. Да. И на каком возрасте? Очень много публикаций в Science у него. Вот в 2018 году они проверили на итальянцев старше 105 лет, человек 3000 было, много итальянцев. Но по свидетельствам о смерти они проверили, что у них половина этих итальянцев умирала в каждый год. То есть Плато смертности наблюдается. То есть возьмем итальянцев, которые были живы в 2010 году, и которым было 105 и выше. И проследим за их судьбой. И видим, что не зависит возраст ожидаемого. Да. Давай я нарисую одну вещь, потому что я боюсь, иначе будет непонятно. Вот посмотрим, как эволюционировали эти представления о Платоне. Ну, Гондорс говорил, что после 92 смертность. Да. Мю. Мюшка. Ну, допустим, здесь 92, а здесь будет уже 105. Ну, а между ними тоже какие-то были разные. Так, так, так. Да. Ну, она какая-то вот экспоненциально росла. Да. И росла. Плато. 0,25. И на Плато вышла. И вышла на Плато. Значит, она дальше по теории Плато, как у Вопеля. В теории все говорят, что она дальше на все это опасно. Ну, просто их очень мало. Ну, при Вопеле было очень мало людей, да. Не, они постепенно умирают на этом Плато. Ну, Гондорс наблюдал, что они все умерли, но смертность не росла. А Вопель говорит, нет, она продолжает расти. Ну, тут немножко не потационально. 0,5. И только вот здесь вот на уровне 0,5 и 105 она выположится на Плато, но уже более, ну, на самом деле, не 0,5, а 0,7. Но это вот именно интенсивность смертности. Ну, смотри, эти две теории, если они высказаны в один и тот же исторический период, очевидно друг другу противоречит. Нет, они в разный период. А в разные, может и нет. Да, может быть и нет. То есть мы должны, если они обе правильные, то получается во времена Гондферса, если было очень много народа, кто-то бы из них дожил до 105, и они уже бы умирали в два раза слабее, чем… Ну да, а теперь не, а теперь как бы… Да, но это странно, потому что в те времена люди как бы и выглядели, старели, и старели, потому что там стресса было огромное количество, а стресс, как было скорее старение. И поэтому странно в это поверить. Вот постепенно она… почему-то это плато начинается в каких-то маргинальных возрастах. Каждый раз? Оно начинается в тех возрастах? Которых очень мало. А представьте, вообще обычного человека, если его спрашивают, сколько ему это, он говорит, ну и ты никакого смысла ему не верить. А если спрашиваешься 110-летнего, то у тебя же вопрос, а вот если у кого-то была какая-то ошибка, кто-то перепутал, просто переписал… Старик без ума выжил, не знаю, да. Или он хочет пенсию получать, или еще что-то случилось, неизвестно что. Но вот поменялись они со своим братом из каких-то соображений в детстве. Тогда вот именно эти люди, они выпрут наверх, и вот если вот эти маргиналы, они… а вдруг плато делает в их маргинальности. Все время была такая проблема с этой теорией, поэтому в 90-е годы все верили в опелев и говорили, ну нет. Наверное, все-таки на самом деле, честных данных, наверное, продолжает экспоненциально расти. Но ведь люди стареют, но они очень дряхлые в этих подростах. А как можно было в опелю подтвердить, что его теория правильная, что его оппоненты заблуждаются? Как думаешь? Экспериментально подтвердить. Ну, предъявить все-таки большую статистику, потому что иначе никаких… Либо предъявить какого-то человека, который прожил так много, что при законе конферса просто ничтожно, малая вероятность будет. Это все равно неубедительно совершенно, потому что… Ну, это же… любые такие утверждения могут быть подтверждены только статистикой. Один человек ничего не может доказать. Ну, смотри… Ну, это мое мнение. Какая вероятность того, что все молекулы воздуха из этой… Нет, это просто идея, что эти теории вообще могут вот так вот непосредственно применяться, да? Это все примерно статистические теории, на мой взгляд. Ну, на твой взгляд, возможно, но не на взгляд в опеле и всех демографах. Понятно, это странно. Потому что в 90-е годы никому неизвестный демограф Робин из Франции нашел вот это экспериментальное подтверждение. Он нашел Жанну Кальман, которая жила, жила и жила. Да, она жила все дольше и дольше и дольше. И вот ей было 18, и они начали проверять, а действительно ли ей столько лет. Наняли генеалога, провели с ней беседы, три года ее интервьюировали, все узнали о ней. Огромные, конечно, документы. Все, она не выезжала вроде как из этого города. Арк жила в центре, все ее знали. Все, железобетонный человек, который прожил в итоге 122 года, 164 дня. Ну, оппоненты говорили, ну, вероятность дожить до этого возраста в случае закона Гонферса экспоненциального роста, она там 1 на 60 миллиардов для нее. Ну, это очень невероятное событие. Наверное, у вас где-то ошибки. Ошибки не было. Не, ну слушай. А раз так, у нас нету данных. У нас нету данных после стадии. Меня совершенно не устраивает, потому что любой один конкретный человек может по разным причинам быть там случайно долгожителем. Ну, нет. Никаких теорий не может быть. Ну, он же человек, это же не инопланетяне. Значит, если у нас есть какой-то закон, это значит не инопланетяне. Законы же все экспериментальные. Да, экспериментальные. Ну, да какая тогда разница? Если бы научный был закон, теорема, такие-то органы выпадут с такой вероятностью, такие-то с такой, и все. Ну, мы не знаем. Это все в зачаточном состоянии. Мы не знаем, как устранить строение. Ну, тогда в любом случае это не подтверждение, не прорежение. Это просто один конкретный человек. Ну, я тебе могу сказать, что демографы и Вольфер, который ведущий, читал это подтверждение теории Плато. И в самой свежей книжке, там, 22-го года. Просто вот сама Жанна Кальман считается подтверждением каких-то теорий? Огромного количества. На полном серьезе? Ну, например, она, как известно, курила, пила парфей, ругалась матом. И говорят, ну, тикток откроешь, делай так, это нормально, вся теория, что курение... Понятно. Вот. Хорошо. Смешно. Смешно на одном примере что-то делать. Ну, смешно. Да, делали. Да, делали. И что же произошло? Значит, я приехал в Вольфер, приехали ведущие геронтологи, поздравили со старой селетием, сходили в архив, поговорили. Знаешь, когда я узнал слово геронтолог? Декрея? Да, когда он доказал. Я еще дойду до него, дойду, подожди, до декрея, потом обсудим. Ладно, давай, давай. Так, значит, что случилось с Родином? Он вообще был никому не известен, и тут начался экспоненциальный рост чего? Его цитирование. А-а-а. Цитирование. То есть было ноль, сейчас это тысяча. Он на судьбе Жанны Кальман сделал свою карьеру. Это был такой золотой грант. Это понятно. Многоками. Вот то, что она оторвалась вперед на 7 лет за ближайшим годом. Вот это уже верифицированное утверждение. И давай сейчас их проверим. Давай создадим международную базу другожителей, свыше 110 лет, и проверим, какая там статистка. Надо их, значит, верифицировать. Да, нет предела человеческой жизни. Так, да. Значит, ну, создали эту базу. Конечно, такого вала, как мы ожидали, не случилось, но, тем не менее, до 114 достаточно статистика была у них, чтобы утверждать, что действительно продолжается вот этот плато. А после 114 они не знают, слишком мало данных. Но Жанна Кальман там впереди, иначе не может очень сильно расти смертность экспоненциально, потому что иначе была бы очень невероятная. Опять же, это ссылка на одного человека, я не принимаю. Да, ну, на самом деле, проблема какая с этой базой IDL, которую они создали, она безличностная. Она просто проверяет документ в конце жизни, документ в начале, и человек попадает. Да. А потом хоть ты 10 раз докажешь, что он недостоверный, что он с кем-то там поменялся, или это ошибка, они дня не убирают. Поэтому есть другие еще базы. А-а-а. ГРГ, это база, такие энтузиасты по всему миру собирают информацию, верифицируют конкретно каждого человека. И вот их большое количество, каждая точка это какой-то долгожитель, и мы можем посмотреть, как устроено, ну, допустим, они все на плато сидят. Ну да, мы сейчас пока в модели плато. Да, в модели плато. Посмотрим, а как вообще, допустим, у нас есть, чисто математическая задача, у нас есть энт долгожителей, которые пришли к этому плато. И вот мы их выпускаем на эту 100-метровку. Да. И смотрим, как они будут попадать. Да-да-да-да-да. Это будет радиоактивная смертность постоянно, значит, кривая дожити будет какая у них? Помнишь формулу? С от Т через мю от Т. Интеграл. Верси минус мю от Т. А мю постоянно, то есть, это какая-то экспонента. Экспонента бывает, да. А распределение совершенной величины, это один функционер трения, один из экспонента. То есть это, ну, по сути, это радиоактивный распад популяции. Ну да. А мы хотим поставить себе вопрос, а кто будет чемпионом? Как узнать ожидаемый возраст чемпиона в этом забеге из N человек? Ну, на самом деле, это можно определить по индукции. Когда один человек, ожидаемый возраст, это просто мат ожидания этого распределения. Это пропорционально периода полурасклада популяции, А когда добавляется следующий... Слайды покажем, да? Ну вот она, да, формула. Предположим, что для N-1 у нас такая сумма гармонического ряда. То есть гипотеза стоит в том, что максимальный доживет до суммы гармонического ряда. Умноженный на константру. Да, на эту константру. Ну, действительно, если у нас доказано для N-1, то мы добавляем N, и либо он их всех победит, что маловероятно, либо останется та же сумма, которая была. Вероятность 1-1. Да, на вероятность 1-1, что он их победит. Значит, вероятность 1-1, что будет та же самая продолжительность. Да. Вероятность 1-1, что он их победил. Значит, он прожил сколько они в ожидании максимум, и совершенно неважно, какой его возраст, потому что он на плато. Дальше мы ожидаем продолжительность жизни пропорционально вот этому полураспаду. И вот эту 1-1 мы и добавляем. 1-1 на этот самый добавляем. И получается такой красивый гармонический ряд. И N-1 на N умножается на предыдущую. Да, предыдущий в любом случае, предыдущий максимум, ожидаем, он у нас уже есть. Он уже есть железобетонно, но сверяется 1-1, и он еще превысится на вот это. Превысится на это. Да. То есть, действительно, гармонический ряд. А как мы можем оценить по вот этим данным, как мы в данный момент времени, в каком-то там году, вот здесь годы смерти по горизонтали. Да. В каком-то году, какое мы ожидаем на данный момент максимум, ну, в ожидании. И, ну, допустим, не очень достоверно этим максимум, мы не верим, вдруг какая-то ошибка. Но, допустим, что сотый долгожитель, его возраст более-менее правильный. Вот берем сотого в рейтинге на данный момент. Да. У нас идет такой турнир. Вот. И берем его возраст. И запускаем вот 100 долгожителей с этого возраста. Да. Бегут. Берем вот этот гармонический ряд от 1 до 100. Все суммируем. Константу. И говорим, ну вот, в будущем, когда они все добегут, на самом деле это еще, то есть, недооценка. Но, когда они все добегут, вот у нас такой-то максимум, вот эта зеленая линия. И смотрим, а кто выше этой зеленой линии? Тот аутлайвер, как бы, больше ожидаемого. И мы видим, вот Жанна Кайман действительно очень сильный аутлайер. То есть, действительно, это не обычный долгожитель. Ну да. Ну это один человек всего. Да. И через 50 лет, если мы продолжим накапливать долгожителей, возраст сотого будет расти. И примерно вот этот рост, если продолжится, если все будет в порядке. А почему они должны накапливаться? Ну, потому что все новые и новые люди рождаются. Все новых людей старые-то остается. Вот эта первая сотня в 97-м году была такая. А потом появились новые люди, они могли прожить дольше. Их все больше и больше. Чем больше людей участвует, тем больше. Зеленое накрывание может пройти вниз? Может, если там начнется коронавирус. Ну да, да, да. Вот я имею в виду, что это обязательно. Но в оптимистичном прогнозе. Ну то есть, в прогнозе, в котором есть прогресс какой-то там. И даже прогресса нет, но просто больше людей. Просто больше людей. Допустим, у нас Плато. На самом деле, это еще большой вопрос, если это Плато. Но допустим... Ну прям, все-все-все-все-все под вопросом. Если у нас Плато, то это вот через 50 лет она уже... Если она появится через 50 лет, без вопроса она не отлает. Если она появилась тогда, когда было так мало долгожителей, это подозрительно. Так, а вот остальные тут... Да, остальные, ну... Да, надо сказать, что до 110 лет, как думаешь, больше мужчин доживает или женщин? А женщины, конечно. Конечно, женщины. Почему? Потому что... Мужчины бухают? Просто биологически мужчины более подвержены... Смерти, да. Смерти, да. Смерти, да. Женщина будет болеть, но не умрет. А... Но после 110 уже смертность одинаковая считается по этим долгожителям. И Платое там и там. О, мужики. Ну, разберем отдельно мужчин. Старейшие валидированные мужики. Или, может, потом разберем их. Может, пока... А ты хочешь их как разобрать? В каком смысле? Ну, я просто расскажу, что вот на самом деле... Вот я начал как бы уже с Жанны Кайман и... То есть самый старый мужчина, таки больше 120 лет тоже прожил? Да. Мы с моим единомышленником Филиппом Гибсом просто написали огромную статью про изучение всех вот этих лидирующих женщин и мужчин. Так все-таки больше 120 лет, кроме Каймана, еще кто-то есть. Сейчас скажу вам. Мы классифицировали все валидации. То есть мы рассмотрели все, кто когда-либо был валидирован. Но некоторые из тех, кто когда-то были валидированы, уже официально всеми организаторами признаны недействительными. В том числе... Ну, это вот отражено черным цветом. Хорошо, вот черный вот этот... Идзуми. Японское правительство говорило, да, он 100% достоверный. Но в какой-то момент... Да, он считался достоверным во время Каймана. Он умер на 111 день рождения Каймана как раз. Считался нормальным. То есть она не была... На тот момент она не была такой аутлеером большим. Но потом сами японские геронтологи сказали... Измените, мы тут проверили. На самом деле он со своим братом поменялся. На самом деле он взял просто как бы документы своего брата. Вроде как. Старшего, который умер, чтобы так... Не, ну, чтобы не заморачиваться с документами. Ничего не понятно. Понятно. Ничего не публикает. То есть никакого 120-летнего мужчины не было, да? Да, то есть он валидирован, но теперь нет. Так, а вот эта зелененькая техника, 115 лет, это валидировано? Это все дяденьки. А, это дяденьки. Да, но мы их как бы каждого проверили. Ристофер Мортенсен. Это датчанин, который эмигрил в Америку. Про каждого у нас целое большое историческое расследование. Но единственный вот интересный случай, который родился единственный в Российской империи, Израиль Криштул. У него интересная биография, поэтому мы его изучили подробно. Дело в том, что у него вариантов было поменяться куча. Он прожил такую жизнь, что это, ну, роман, детективный роман. Да, значит, источник вранья может быть либо в намеренном искажении или, ну, там, короче, в искажении данных о времени собственного рождения, либо в искажении данных, что я – это я. Да. Правильно? То есть ты предъявляешь чужие данные. Может быть, ненамеренно. Часто это просто ошибки. Или ошибки. Часто люди вообще не знают. Вот он, на самом деле, сам не знал, когда же, какой у него день рождения. То есть можно только по… Ну, еврейская традиция – это вообще не так важно. День рождения. Важно, когда он там бар митсу у него. Она была в 13 лет, а тогда была первая война, он ее пропустил, эту митсу, и в 113 лет ее сделал. Да, он дожил почти до 104 лет. И это правда все, да? Да, ну, очень долго мы его изучали. Он, значит, родился в Польше, она тогда была Российская империя. Да. Пережил две мировые войны, очень жестко там все было. В Ладзинском гетто вся его семья, большая часть погибла, и в том числе его старший брат, который, в принципе, по всем параметрам похож на него, та же профессия. А вдруг они поменялись? Ну да. И дальше он отправился в Освенцем, вся семья, ну, куча лагерей. Он не должен был выжить, вообще не должен был. Но выжил там, здесь вот там 30 килограммов, на каком-то там 5 мая вы освободили что-то. Вот. Я видел одного, у нас есть общий друг, который во время жуткой болезни, онкологии, со 106 килограмм до 33-х похудел. Ну, жив. Ну да. Ну, то есть у него, вероятно, смерть была там почти 100%, а потом вот все равно дожил достаточно. То есть чего только не бывает. Даааа. Мы нашли фотографии его, его брата из разных архивов этого гетто. Сравнили, сравнили кучу документов, поняли, что они не поменялись, что действительно брат погиб. Он написал свою автобиографию на иврите. Да, интересно. Короче, проверили. И россиянин, россиянин, хотя говорят, что россиянин долго не живут, но вот он прожил почти 100 человек. Ну, опять же, это один человек. Ну, тем не менее. Я чувствую, геронтологи как-то исключительно вот заботятся о каком-то одном. Нет, исключительные значения, они бывают очень важны. То есть есть такие математические теории экстремальных значений. Нет, это важно. Хорошо, ладно, да. Так, женщины. Да, вон она. Аааа. Блажанная кальма. Я вот размер... Да, но ты ее серый, то есть вы ее опровергаете. Да, это мы поговорим с тобой. Позже, значит, размер вот этого прямоугольника, это насколько много... Нет, неуверенность, это сколько информации про него известно. То есть есть два параметра. Можно его изучать, куча информации, и потом быть уверенным, что он достоверно. Да, 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 да. А может быть очень мало, и пока еще то ли достоверно. А белый цвет? Белый, это значит, что информации почти нет. Желтый? Желтый, это значит, что, скорее всего, это не особо достоверно. Серый? Серый еще хуже, черный вообще не достоверно. А красный достоверно, да? Нет, зеленый достоверно. Зеленый достоверно. Но, опять же, вопрос. Можно несколько примеров рассказать? Вот Кэрри Уайт. Очень много документов, американка. Все документы говорят одна и та же дата рождения. И вот валидаторы, они считают, чем больше документов, тем лучше. Мы как бы себе плюс, 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 плюс. То есть зависимость случайной величины незнакомой, да? Да, да. Значит, каждый следующий документ, он может быть на основе предыдущего. Ну да, 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 тогда все понятно. Или очень коррели. И оказалось, что она в молодом возрасте попала в психбольницу. И все документации идут от ее, от первого документа. А вот этот первый документ, потом проверили, не особо согласуется с предыдущими переписями. Там, возможно, была и ошибка. И она, на самом деле, на несколько лет моложе. И все, ее дева ледит. Кто второй после Жанны Кайман? Долгое время это была Сара Нос, американка. Какие проблемы у всех, у всех американцев? Знаешь, какие проблемы? У них нет документа о рождении, потому что это было необязательно для меня. Сара Нос и Кейт Танака, да? Да, Танака умерла очень недавно. Она ее превзошла, Сара Нос, но пока она ее не превзошла, была эта. Про нее первый документ – это перепись в 20-летнем возрасте. Ну и мы думали, ну, наверное, может, она замуж хотела выйти в более приличном возрасте. Может быть, она недостоверна, потому что, ну, перепись в 20-летнем возрасте. Что перепись 1890 года сгорела почти вся, все здания, где для всей Америки сгорела. Но удалось найти копию переписи именно для этого города Бетлихен, где жила Сара Нос. Копия в какой-то старой книжке, она была, и она была 10-летняя, но это уже лучше. То есть в 10-летнем возрасте как бы… И еще несколько церковных документов более ранних, которые возраст не давали, но, скорее всего, скорее всего, примерно она достоверна. Она вот лэйр, но все же еще на 3 года моложе, чем Жанна Кайман. Вот. Про Танаку. Она японка. И с японцами проблема, что вообще непонятно, что они там делают. Вообще в этой базе долгожителей, ИРДЛ, очень мало стран. Типа такие страны, где вроде достоверности должно быть. Но у японцев документы о рождении, косейки там какие-то, формат их менялся. Каждые 50 лет, грубо говоря. Когда новый формат, старые уничтожались, новые как бы копировали. То есть человеку уже 50 лет, ему говорят, ну вот на основе старых документов ему сок. А вдруг там ошибка, как это проверить? Короче, не должно быть японцев вообще, по большей части. Ну, был один Кимура, мужчина. Ладно, про него нашли там, я его зеленым мы тоже пометили. Ааа, он самый старый мужчина, кстати, крутой. Но про него есть школьные документы, про него есть оригинал косейки. Очень редкий случай. И опять же, есть проблема, что он уезжал в Корею в молодом возрасте и мог там поменяться своим братом. Но это был бы прижизненный обмен. И в общем, не так уж это вероятно. Но вообще остальные японцы, либо про них ничего не известно. Но про Танаку известно, но все на японцам. Понять это нормальному человеку невозможно. Есть ее биография. Известно, что она до самой смерти решала математические задачи. Ааа, почти 5 факториал, да? Почти. То есть вот это все-таки скорее да. Да, возможно. Но проверить это... А ну вот Люси Рен-Доун, да? У французов недавно появилась новая. Они никак не хотят корма отказываться. Но у них появилась монашка. А знаешь, кстати, вот я смотрел разные категории. Ге-мнохи, там еще кто-то. И вот монахиня – это самая-самая долгоживущая категория. Вот. Она монашка, ни детей у нее. Сестра и та близнец умерла в младенчестве. Короче, похоже она достоверная. Но сейчас французы боятся публиковать валидасы, боятся, что к ним привяжутся. Причем я даже могу сказать, кто привяжется. Да, кто привяжется. Но мы ее зеленым пометили. На первый взгляд, все в порядке с ней, скорее всего. С американками проблема в том, что почему-то там огромное количество профессионалов в этих лидерах афроамериканок. Мы считаем, что это потому, что это было неграмотные люди, там дискриминированы. И судя по переписи, а валидас идет по переписи. А просто сами называли свой возраст. Нет, они говорили там имена. У них там 20 детей в семье. Непонятно, кто когда умер. Имена тусовались между ними. Возраст какал. Имена тоже совершенно по-разному писались. Мы каждый случай индивидуально рассматриваем. Но есть среди них и более-менее достоверные среди афроамериканок. Но на самом деле, с американцами вот такая проблема тоже есть. Так. Ладно. Идем дальше. Идем дальше. Почему Жанна Кальман была важна в Opel? Он задавался вопросом, а какая ожидаемая продолжительность жизни? Как она будет в будущем меняться? Что такое ожидаемая продолжительность жизни? Знаешь? Ожидаемая продолжительность жизни? Ну... На доске нарисую. Это такое... Ну сколько в среднем я еще проживу с учетом данных о моей популяции? В данной стране у нас... Саватеевых миллионы, да? Нет. У нас есть страна. Ну, например, Россия. Да. И у нас есть смертность в зависимости от возраста. В данном году, например, в 2022 году сказали, что... А, официальная карта смертности в зависимости от вас. Да, ожидаемая продолжительность жизни России выросла на два года и рекордное значение. Ну, например... Я думаю, это интеграция, да? Как это считается? Вот у нас есть статистика. Да. В нулевом возрасте умер там каждый сотый. Ну, например. Ну, допустим. И как-то смертность вот как-то зависит от возраста. Как по ней... Это срез. В данном году. Это срез. В данном году. Как по ней построить кривую дожитие? Ну, мы просто возьмем абстрактного россиянина и, скажем, вот это САТ. В нулевом возрасте умер каждый сотый. Ну, хорошо. На одну сотую поменьше, да? 99%. Потом умер еще сколько-то. Потом как-то это... Каждый раз мы строим по смертности, ну, вот этот интеграл, да? САТ, это Е в степени, там, минус интеграл от него. Ну, понятно. То есть мы построили виртуальную смертность и виртуальную строишь. Да, виртуальную. И значит, мы строим виртуальную случайную величину. Случайные россияни в этом году имеют ожидаемую продолжительность жизни. Вот это такое вот виртуальное понятие. А, это прикольно. Да. И вот зачем это все страховщикам и пенсионному фонду? То есть надо понять, вот ты виртуальный Саватеев, но не виртуальный, ты реальный. Ты вот в этом году еще жив, а сколько ты еще проживешь? Ну да. Но если мы берем ожидаемую продолжительность жизни в этом году, ну, скажем, что ты, наверное, там, как россиянин, до 68, условно говоря, доживешь. Но это сейчас. А в следующем году-то будет другая ожидаемая продолжительность жизни. И тут нужны демографы, которые сделают обоснованный прогноз, что будет в будущем. И Вофель опубликовал такую статью, очень известную, которую выявил закономерность. Друзья, я когда-нибудь в этом разберусь хорошо и прочту толковую лекцию о разных характеристиках продолжительности жизни, понятие рождаемость там на женщину в среднем и так далее. Вот это все. То есть когда-нибудь это будет. Я не знаю когда, но я когда-нибудь это сделаю, да. Последние 150 лет Вофель назвал это вообще самую впечатляющую... Рывок человечества. Нет, самую впечатляющую закономерность общественных наук. Что это за закономерность? Он берет год, ну, там, я не знаю, 1850, условно говоря. Да. А здесь сейчас... 2002-й у него был, когда вышла эта статья. Берет самую-самую долгоживущую страну. Да. Ну, Новую Зеландию, например, тогда. Ну, или еще какая-нибудь. Да. Вожидающую, которая самая высокая ожидаемая долгожила жить. Вот она какая-то, я не знаю, какая она. Верхнеогибающая, берешь верхнеогибающие этих стран. А в следующем году еще какая-то страна. Да, 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 верхнеогибающая. Оп, оп, оп. И закономерность. Каждые четыре года она увеличивается на один год. То есть, такой прогресс идет. Абсолютно линейный. Абсолютно линейный прогресс в 2002 году. И вот она достигла, там, я не знаю, 80 лет. Да. Вот, ну, картинка будет. Да. Значит, лучше, как интересно. А дальше он высмеивает своих коллег, где мог. А вот этот, ну, как Муавр, предсказал, что 86. А вот этот предсказал, предел там будет такой. А вот она пробила его в такой. А вот этот, ты сказал, предел для ожидания. Так, так, так. А он пробил такой. И пробивает, пробивает. А что будет дальше? И вопер говорит, биологически никаких пределов мы не видим. Вот Жанна Кальман, она прожила 122 в отличной форме. И любой другой человек при должном развитии медицины, при правильном образе жизни. А это все прогрессирует. Мы видим, что это 150 лет. Значит, это будет и дальше так продолжаться. Ну, это же закон, линейный закон, правильно? Ой, спасибо. Спасибо. А что это значит? Если только не будет прорыва биологии, тогда это вообще улетит вверх. Ну, это понятно. Но консервативный прогноз, это вот линейный рост. Что это значит для страховщиков? Это значит, что сейчас, уже сейчас, и пенсионного фонда, мы должны повышать заранее пенсионный возраст и понижать пенсии. Потому что, ну, вы дольше проживете, чем сейчас уже задаемый производитель жизни. Отсюда всякие наши пенсионные реформы. Не, ну, это как бы обоснование, это научное обоснование. А это очень важно. Это сейчас, как бы, про Кальман никто не вспоминает. Тогда в 2000-е годы шли всякие дискуссии, это был очень важный аргумент. Да, и одна Кальман была важным аргументом. Ну, потому что, вот, смотрите, вот, нет никакого предела, биологически нет проблем. Можно даже, это важно. Как они не понимают, что один человек может случайно там что-то? Ну, как случайно? Ну, нет, ну, он же человек, это не напоминает. Значит, биологически нету, можно, была гипоиста. Вот Библия говорит, 120, Бог установил биологический лимит, и 120, все взрываются там, и смотри. Нет, этого не происходит. Ну, если мы верим в Кальман. Библию же надо понимать все-таки иносказательно. Это же текст глубоко. Как бы людям надо эмоционально объяснить. Ну, хорошо, ладно, да. В общем, они все на эту Кальману едут. Короче, демографов, Вопеля, Робина и так далее, очень щедро им раздают гранты страховые компании. Вот Акса страховой компании, там миллионы страховой компании, которые экономят из-за этого свои деньги. Так, ну, какая проблема с этой теорией Вопеля? Ну, как бы это прогноз, но у него есть определенная проблема. Как думаешь, за счет каких возрастов эта продолжительность жизни росла? За счет смертности, значит, смертность падала. Но в каких возрастах? Сначала она падала младенческой. Да, потом там в 20, потом в 30. Потом антибиотики, потом, это больше, а потом сердечно-сосудистые заболевания, лекарства. Ну, честь и старше. Но когда мы посмотрим на 95-летних, 95-летних, там, 1800-го года, уже весь организм. Ну, вот эта смертность 95-летних. Она какая-то вот такая вот, такая загогулина, может быть, чуть поменьше где-то стала, но совсем не такой прогресс. А что будет со 100-летним? А можно ли что-то сделать? Это вопрос открыт. И что же произошло? Как думаешь, в 2013 году вот эта линия, по крайней мере, для Евросоюза, ну, конечно, остались какие-то маргинальные страны, типа Монако, куда приезжают очень богатые люди в 90 лет, и там продолжительность жизни в 90-м году. Ну да, ну хорошо, да. То есть формально, может быть, она и сейчас верна. Вопрос, чтобы и дальше. Но в Евросоюзе случился жесткий перелом в 2013 году. Так. Давай посмотрим тут на слайде. Перестала работать теория. Да. Случился очень... Ага, вот, вот, вот. Ожидаемая продолжительность жизни вышла на плато. О! А почему? Ну, в 2015 году... Ну, организм разваливается уже есть. Нет, 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 грипп, эпидемия понизилась. А-а-а. В 19-м, в 20-м коронавирус, ну, объективные причины, понизилась. Ну да, 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 там бонос, то золотуха. Но факт остается фактом, что где-то упало, где-то не выросло, а пенсионные фирмы и вот эти страховые компании уже им не надо платить тем, кто по всем прогнозам демографа должен был выжить, а он не выжил. Так они же, это как бы, есть же великая теория там такого крутого заговора, что коронавирус запустили, чтобы все это... Не, ну, это для пенсионных... Не, ну, как бы это совпадение, то, что ты кому-то выгнаешь, это не значит, что он причина. В том, что прогнозы не оправдались. И сам Вопель взял и умер. Да, что случилось с Вопелем, это вообще катастрофа. То есть он был очень, ну, действительно, сильный ученый, как бы огромная школа, основатели института, его очень много коллеги его любили, писали о некрологии ему и писали, что это какая-то дико жестокая шутка природы, потому что сам он говорил, ну, почти все, большинство, родившие в 21-м веке, проживут до 100 лет. Ну, он не в 21-м родился. Ну, да, до 80 лет, ну, как бы никто не умирает, но медицина уже дошла, что в 90-м, ну, еще можно умереть. А сам он умер, ну, как, 77 лет, то есть... А чего? Не знаю, после скоропостижной болезни. На самом деле он писал сам про себя, что да, у меня там кардиостимулятор, да, я там развалюсь, но, согласно демографическим законом, я живу, мне пенсия не нужна, я буду работать. Отлично. Ну, опять же, один пример, ничего, это же случайная вещь. Мы даже не знаем, от чего он умер, но факт остается, что Моевер себя в одну сторону опроверг, вот и себя как бы в другую. Да, интересно, забавно очень. Да, другой забавный момент, что кого они использовали для того, чтобы оправдать повышение пенсионного возраста? Они использовали Жанну Кальман, буржуазия, которой известно, что она никогда, ни дня, ни часа не проработала и, соответственно, на пенсию ей выходить было не надо, но с ней была известная история. Знаешь, какая с нотариусом у меня? Очень известная история, за пределами геронтологов. Контракт у нее был с нотариусом Анвиаже, слышал про такой? Во Франции очень распространен этот контракт Анвиаже со старыми людьми, многие заключают, они покупают их квартиру, да, покупают квартиру, нотариус Рафре, это известная история, она не совсем правдива, но тем не менее, она очень широко освещалась в прессе, и всем известно, купила ее квартиру, но он ей платит пожизненную ренту, типа пенсии, а когда она умирает, он получает ее квартиру, и в ожидании он рассчитывает, но это все просчитано, там, сидит и ждет, когда он оказывает, да, там, три года. Но они не убивают их, да? Нет, ну это конфликт интересов, там, про это много, там, фильмы есть про это, но редко, редко убивают, потому что это слишком просто, это как-то слишком просто взять их здесь, но они, может, там, морясь, ну, короче, купила она у него, да? Нет, он у нее купил, он у нее купил, он ей платит пенсию по жизненную ренту, платит, 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 ожидание 3 года, она прожила в 11 раз больше, то есть он должен был заплатить в 11 раз больше, а он сам как бы не дожил, он 30 лет прожил и сам умер, но у него была сначала одна жена, которая вместе с ним, она продолжала платить ренту, она еще жива, и вторая жена, которая тоже за него платит, они как бы пополам, а потом как они ее ненавидели, да, с ее новым жительством? У него брали интервью, он говорит, наоборот, я счастлив, я счастлив, что, это же легенда Франции, на нашу родину работы, да, я понял, да, прославляем нашу страну. Другой вариант ответа. Да, значит, ну, оказывается, на самом деле, все сложнее. Каком возрасте он сам умер? 75. Я сейчас не буду, как бы... Очень интересно, слушай, ну, надо ускоряться, а то мы ничего не успеем, давай, давай посмотрим, да, оказывается, оказывается, страховая компания, еще одна французская, тоже платила ей ренту, и там выходили слухи, что уже после ее смерти, среди страховщиков, что они платили не Жанне, а ее дочке Ивоне, но, как бы, никаких доказательств, все в пределах каких-то там... А, легенду такую вот и слышал, да? Да, и нашел, были статьи в газетах страховщиков, тираж 500 экземпляров, они знают только страховщики, но, когда, значит... А как они обосновывали это? А вот какой-то товарищ на обеде сказал, я государственный контролер страховых компаний, страховщики из этой компании выяснили, что она вроде как ее дочка, но мы решили, ну, она национальное достояние, где там Жак-Ширак называет бабушкой всех французов уже, но мы не будем, мы продолжим ей платить, чтобы не... То есть страховая компания обманывает саму себя, но это был слух, и как ни пытались, там журналисты сейчас уже ничем он не подтвержден, они не говорят, ну, вот кто-то сказал, а почему, неизвестно, если это просто слух. Так, хорошо, пойдем дальше. С ними простая фамилия. Да. Гериатор Новоселов. Да, гериатор – это человек, который лечит людей, которые... Вот их болезнь – это старая. Ага. Ну, у него были пациенты 105-летние, и он говорит, ну, кальману в 115, ну, не смешите, ну, 105-летние выглядели, там, трехлей, состояние кожи и так далее, скелета – это не то. Ну, наверное, она врет. Ну, короче, мы с ним поспорили, я говорю, ну, как ты, Наталья, что-то дурак совсем, если он не видел, с кем он... Ну, все-таки я начал трогу, он говорит, ну, разберись, посмотри. Я посмотрел валидацию на сайте института Макса Планка, институт демографический, который основан как раз самим Вопелем. Статья валидационная огромная, очень убедительная. Рабина и Алара – это валидаторы ее возраста. Огромный список документов, переписи населения, свадьба, там, крещение, смерть. Вот родилась дочь в 98-м году, вот она умерла в 34-м, в возрасте 36 лет. Вот то-то... В каком году родилась дочь? В 1898. Ага, да. Все документы в порядке, но кроме этого ее интервьюировали. Вот, например, она упоминает Марту Фуссон, которая была домработницей у Жанны, когда она только вышла замуж. Ну, и действительно, по переписи есть такая домработница. Ну, не подточишь носа, но все равно, извините, что как же, может быть, узнать что-то о образе жизни? Я тоже хочу так дожить до 62-х. Короче, я заказал, прочитал биографию Жанны Кальманса, автор Свежанны Кальман и ее валидаторов. И там, смотрю, была какая-то Марта Тушон, но не Фуссон почему-то. И она говорит, ну я вот в школу... Тушон или Фуссон? Да. В биографии Тушон, но как бы созвучно Фуссон, я подумал, может, то же самое. Кальман... Фуссон, Тушон, Фуссон, Тушон? Да. А это, может, похоже звучит в французский? Фуссон, Тушон, Фуссон, Тушон. Да. Фуссон, Тушон. А можно спутать? По-моему, спутать нельзя. Но, короче, написано Тушон, а никакого Тушона в Орле очень легко по интернету я могу проверить. Кто когда родился, кто где жил. Никакого Тушона не было. Фуссон была. Фуссон была на 10 лет моложе Жанны. Сейчас, подожди. Так утверждают про Тушон или про Фуссон? Кальман говорит своим валидаторам. Я в школу ходила, меня водила в домработница. Как звали? Работница? Марта Тушон. Ну, я думаю, ну она же на 10 лет моложе Жанны. Почему она ее водила в школу? Ну, и я собрал такого рода вопросы, пишу письмо. А, дочь как раз могла, да? Да, дочь могла ходить. Я думаю, может... Тушон. Может, она вообще своя дочка? Тушон. А не Жанна. Я пишу валидаторам. Это еще было в 18-м году. Ну, я всем пишу, как геронтолог. Они говорят, ну вот эксперт, это Робин. Ну, напиши ему. Я пишу Робину. Он говорит, ну ты что, я даже вопрос не буду обсуждать. Ну, у нее было много до обработицы. То, что он это не Фуссон. У нее они менялись. Ну, она очкает другая домработница. Что тут обсуждать вообще? Странно. Ну, как бы... Что-то сомнения у меня появились. Я начал копать, копать, копать. И набрал кучу каких-то фактов, которые вроде как противоречат этой валидации. Но соотносится с тем, что вдруг она своя дочка. И я сделал доклад. Меня Новоселов пригласил делать доклад на обществе испытателей природы. Московское общество. Очень древнее императорское общество. Ух ты! Дарвин был там членом. Ну... Московское? Дарвин? Да, да. Это международное общество. Это общество такое добровольное. Это не то, что какая-то организация, но это такой клуб. И там есть секция геронтологии. Ну, Дарвин по другой секции. Ну, короче, сделал я доклад. И это заметил журналист «Консомольской правды» и взял у меня новоселовое интервью. И большая такая статья «Консомольской правде» про эту кальман, что вот мы ее там развенчиваем. А-а-а! Ее увидела агентство «Франс Пресс» журналистка. И началось! И как бы то-се, сделали у нас интервью. Вроде ничего. Потом пошли эти слухи распространяться. И 31 декабря 2018 года они опубликовали на ленте «Франс Пресс». «Российские ученые сомневаются в Жанне Кальман, старейшем долгожителе». Во Франции это просто было. Почему-то скандал невообразим. Потому что все в школе проходят Жанна Кальман. Это просто у них, как у нас Гагарин. И пошло-поехало. Куча публикаций по всему миру «Франс Пресс». Сколько таких этих самых тем, да? Этот «Боинг с Буком». Значит, этот самый «Американцы на Луне», да? Не, ну… Всякие такие варианты, когда начинается жуткий адский какой-то холивар. Не, ну это все не новое. А тогда это было как бы новое. Никто никогда в ней не сомневался. И тут вдруг не сомневался всего. И вышла огромная разгромная статья в газете «Вашингтон пост». Она проинтервировала всех экспертов. И в том числе Жан-Мари Робина. Ну, который главный эксперт. Валтер, да? Да, главный эксперт по Жанне Карману. Так. Проинтервировали Робина. Он сказал, ну это вообще… Это просто из пальца выссано. Мы от студента такое не примем. Тут обсуждать нечего. Ни метода, ничего. Другие говорят, ну да, мы уважаем Робина. Ты эксперт, там, ведущий специалист. А тут непонятно кто, непонятно что. И мы… Мне вот это непонятно. Если завтра подтвердить, что это фейк, под сомнение будет поставлен целый раздел. Не может быть одна судьба, никуда поставить под сомнение целый раздел. Не может. Этот человек, Мишель Пуллен, был один из немногих, который… Почему они так говорят? Опять, это опять та же самая история, да? Ну смотри… Один человек чего-то свидетельствует. Ну смотри, это не просто один человек, это золотой стандарт валидации. Ну понятно, но это… Если он недостоверен, то, значит, на все остальные валидации тоже… Ну да, надо. И вот это 110+, вот эта теория Плато, она просто подвисает конкретно. Ну да, в науке такое бывает. Вот он про это и говорит, это логично. И он говорит, как раз этот Пуллен единственный, интервьюренный на этой Вашингтоппост, тогда он сказал, хорошая работа, надо делать эксгумацию. Но его заглушили. Да, очевидно. Его заглушили, сказали, нет, но это несерьезно, ни один научный журнал… Эксгумация, если сразу… В смысле, там, значит, сейчас… А эксгумация, это, значит, достается ДНК, да? Как это нынче называется? Вначале думали, что как это можно сделать. Они похоронены в семейном склепе. Да. Даже не зарыты. Если мы сравним Жанну с ее мужем, с ее сыном, вот это соотношение их ДНК, близости этих ДНК, мы сможем понять, кто есть кто. Но, говорю, нет, это бесполезно, эксгумация – это очень тяжело по французским законам. А как понять ДНК сразу как-то можно понять, да? Вот. А потом, когда я начал копать, оказалось, что ее ДНК и кровь взяли при жизни для научных исследований. Никаких исследований привезено не было. Но некий фонд Хронос в Париже хранит эти ДНК всех долгожитий 100-летних. Там было большое исследование. И в том числе самые старые долгожительницы ее. И редкий случай, когда по одному ДНК можно понять, кто есть кто. Потому что есть у нас две гипотезы, что одна, что это Ивонна дочка, другая, что Жанна. У Иваны родители Жанны и Фернан – они оба кальман, причем оба при рождении кальман. У них дедушки… Это называется… Как это называется? Близкородственный брак. Господи, как это страшное слово. Ин… Инбридент. Инвест. Инвест. Инцест. Ну, не совсем. Инвест. У них дедушки по отцовской линии – братья, а бабушки по отцовской линии – сестры. О, Господи. Дважды тройные. Ну, это сразу в ДНК все. В ДНК очень много похожего. И вот это как бы одна из причин, почему мы сейчас мы потом дойдем до этого, что Жанна и Иваны были очень похожи. То есть они ближе, чем мать и дочь обыкновенные. Короче, по одному ДНК можно понять, это Жанна или Лев. У Жанны все предки разные. У Иваны есть пересечение много совпадающих предков. Ну, это что тогда, раз и все. Короче, все… В чем проблема? Все эксперты, которые проинтервьюировали, сказали, кроме Пулена, нет, ни один журнал этого не опубликует. Это ерунда полная. Робину мы доверяем, ему мы не доверяем. Это непонятно кто. И ДНК… Дальше… Подожди. Дальше они опросили эксперта из ЦРУ, который сказал, ну, это ясно, что… Ну, во-первых, россияне завидуют, что они долго не живут. Ну, Путин, Путин, как всегда. Они долго не живут, они хотят… А с другой стороны, они хотят западную науку как-то принизить… Ну, здесь какой-то… Какой-то там разброд у них учинить… Да. Ну, и Янка, главный, это ГРГ, тоже валидационная организация, сказал, ну, нельзя этого допустить, потому что, действительно, если она недостоверна, то все остальные тоже документальные… И поэтому давайте не вскорим ДНК, правда? Все равно эту статью… Потрясающе… Статью опубликовал… Нашелся… Нашелся такой отчаянный геронтолог… Ты, наверное, его знаешь… Образ Дегрея такой с огромной вродой… Знаешь Дегрея, да? Не просто знаю, а все, кто смотрели «Маткульт. Привет!» Долгое время… Знают Дегрея, потому что это тот, кто улучшил границу на хроматическое число плоскости, доказав, что оно больше и равно пяти, чем произвел полный фурор, потому что он сделал это совершенно школьными методами, там, программу какую-то написал, он не знал даже, что такое поле. Я его спрашиваю, в каком поле коэффициенты графа, которые не красятся… А то есть дилетант какой-то, шарлатан? Да, ну, не шарлатан, а полный дилетант… Дилетант… Нет, шарлатан – это человек, который приходит и несет пургу, а дилетант – это человек, который приходит и неожиданно, как бы, ну… На математике, как бы, легко проверить, пурга это или не пурга. Ну, естественно, да. В данном случае это было строгое доказательство, вот в чем проблема. Мы там, я помню, что все кусали локти и на себе рвали волосы, потому что доказательство школьное, совершенно тривиальное, и сделал его не математик, а какой-то геронтолог. Я тогда впервые, кстати, услышал это слово. Я стал спрашивать, что такое геронтолог, это что за ученый? Что значит геронтолог? И мне сказали, что это человек, который изучает процессы старения. И я узнав, что ему было за 50, я ему написал… Вот это доказательство Дегрея является шикарной докторской диссертацией по геронтологии апробацией результата. То есть он свой мозг настолько замедлил его старение, что смог доказать совершенно олимпиадным методом вот этот результат. Единственное, что он делает… Это невероятно просто. Единственное, что его вмешательство в себя, это он непрерывно пьет огромное количество пива. Вот тебе и ЗОЖ! Ха-ха-ха! Кошвар! Ну это, опять же, индивидуальная особенность организма. Да, да, да. Нет, это известный его человек. Вот это всё, он математики, как я в геронтологии. То есть приперся какой-то хрен с горы. Ну, в общем, да, и доказал. Что-то там пытается втереться. Математики проверяемо, что всё верно. Но дело в том, что, как оказалось, вот когда математики слушают, что я ему рассказываю про эту тему, они как бы со мной соглашаются. И вот редкий случай, что в Редегре он чуть-чуть понимает, у него какое-то есть логическое мышление такое. И вот поэтому он взял. Но потом он, кстати, пожалел. Его так заклевали, что теперь он уже не редактор этого журнала, там его в харассменте. Ну, в общем, там целое дело. Всё за это, да? Нет, нет, на самом деле не только за это, но, короче, за это его тоже очень жёстко. Нет, его там ещё за деньги, как бы, чтобы отжать его фонд. Он же новый создал. Сейчас мы мыши, я малыш. Кошмар какой-то. Слушай, ну, а он не поссорился с тобой и не стал тебя не любить за это? Нет, он как бы чуть-чуть напрягся. Он думал, что сейчас он станет, как бы, он получит ещё больше пиара, что вот, а на него так навалились. Мало должно математику, да. Так навалились, это кальма, что-то такое. Как было дело? Значит, всё-таки он опубликовал это, а я там написал, ну, можно же сделать ДНК-тест и всё решить. Ну да. И он пишет этим, ну, сделайте ДНК-тест. Они ему не отвечают. Говорят, ну, что за бред, это какая-то атака непонятная. Нет, ну, вот это вот я вообще не понимаю. То есть, мне здесь странно несколько вещей. Первое. Как вообще на одной судьбе можно строить какие-то теории, я этого категорически не приемлю. Это первое. Второе. Почему не сделать ДНК-тест, если это можно сделать и положить ответ на все вопросы? Так. Ну, идём дальше. Считаем, что это невозможно, что этот частный фонд, он как бы не хочет этого. Ну, это вроде как явка сповинной. Ну, по идее, да? Ну, грубо говоря, да, но для многих сторонников рекорда это вовсе. Чем, проще некуда взял. Они говорят, ну, это тупая идиотская теория, зачем нам её проверять? Это сложно. Потрясающе. Короче, во Франции всё равно. Всё равно во Франции это очень всех взбодоражило. И они организовали патриотическую группу в Фейсбуке. Жители Орля, парижане, все неравнодушные французы сказали, мы сейчас будем искать доказательства и докажем, пускай там валидаторы не совсем хорошо доказали, но мы сейчас докажем так, что просто вообще полностью докажем и всё. И они начали собирать свидетельства во Франции, начали снимать документальные фильмы, куча статей и появилось много-много новой информации. Ну, мы, соответственно, с Гипсом, англичанин мой единомышленник, там мы вместе... А его, кстати, там не имеют со всей силой, значит, по этому поводу со всех сторон? Не, а ему что, он пенсионер тоже, как бы математик тоже, физик. Вот, написая статью, Байсовский анализ уже всех тех фактов, которые появились позже. Но её все проигнорировали полностью, а валидаторы на основе того, что вот эти ребята накопали, в патриотическом порыве, как они сами пишут, они разгромную якобы статью опубликовали, которые потребовали у Дегрея отменить эту статью, извиниться перед всеми своими коллегами за такое свинство. И они разослали пресс-релиз во все, там, газеты, журналы. Какая история? Сказали, что всё, международная группа ученых, они не сказали, что они те же самые валидаторы, которые защищают свою репутацию и свою карьеру, которые они построили, они это не сказали. Нет конфликта интересов? Да, 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 понятно. Да, международная группа. Так, слушай, давай перейдем к интересному. Где, вот сами, вот расскажи про свидетельство, что это дочь. Да, один, подожди сейчас. Расскажи, ты же настаиваешь на этой версии, правильно? Да, один из аргументов их защитников, причем они уже бескорыстные защитники, Стивен Остетт проинтервьюировался с этим Вашингтон-Пост. Он сказал, ну, знаете, я даже смотреть не буду на аргументы этих ребят, потому что ее возраст подтвержден огромным количеством официальных документов, и как вообще она могла в маленьком городе, все бы заметили. Ну, представь там, ты представь, ты сейчас твой отец придет. Аргумент, что Арль, да? То есть, как в городе Арль могли не заметить подмену, да? Да, вот сейчас твой отец придет со мной беседовать, Ну, я говорю, ты что послал? Ага. Значит, я даже не буду говорить. Ну, давай, у тебя есть ответы, да, на эти вопросы? А у меня есть ответ такой, есть правило Кромвеля, что даже если ты видишь очень сильное доказательство, даже если ты уверен в своей правоте, все равно оставь какую-то малюсинку. Не, ну, это понятно, это все, как бы, слова. Нет, давай, давай про это, да, про дело, да. А я говорю, да, давайте рассмотрим все, все свидетельства, которые мы можем добыть, и посмотрим. А вдруг она пролезла в эту ушко. Показывай, показывай, показывай. Показывай свидетельства сразу, давай. Итак. Так, поехали. Ну, я начну с последних свидетельств, которые появились в токах в 2022 году. Давай, давай, давай. Интервью. Один и тот же мотив повторяется трижды. Этого не может быть совпадением Иркюль Пуаро. Ооо, да, одно время я даже читал. Ну что, сейчас начинается самое интересное. Доказательства от Коли Зака того, что Жанна Кальман это его на Кальман. Правильно? Да. Давай, поехали, очень интересно. У нас есть два сценария. Уже ясно? Да, понятно, два сценария. Один, что она настоящая. Другой, что она дочь. Да, что они в какой-то момент, мы пока не знаем в какой. Ну и совершенно не знаем почему они поменялись. Да, надо сказать, что когда я первый раз публиковал свою статью, я тоже естественно не знал, почему они поменяются. Но я предположил, как ты думаешь, зачем вообще им можно было поменяться? Ну в СССР, значит, ну в СССР это чтобы получать какие-то пенсии там раньше времени. Ну вот, например, я знаю некоторые области России, где женщины, которые там 60 с лишним по документам на 90. Ну потому что они давно и давно получают пенсию. Для плюшек, для плюшек. Для плюшек от государства. Это не их случай, потому что они, во-первых, были богаты, сейчас мы про это поговорим, а во-вторых, она умерла, Ивона, в 36 лет официально, в 34 году. Ну, как бы, рано думать о пенсии. Короче, у меня гипотеза была такая изначально, когда я ничего не знал практически. Такая, что вот она умирает, Жанна, если она умерла в 34 году, а не Ивона, то им надо платить налог на наследство. Во Франции эти налоги могут быть очень большие. Соответственно, если у меня это Ивона, то никакого наследства нету. Ну и, соответственно, определенный мотив. Это была просто гипозия. Другая гипозия, что может какая-то рента была по жизни, может еще что-то. В общем, был повод поменяться какой-то, мог быть повод. Я сразу скажу, что мы расследуем эту ситуацию 4 года. Мы переворотили кучу всей информации. Теперь известно просто несравненно больше. И теперь я могу сказать, что мы знаем, что мотив был не в этом. Но, тем не менее, все равно... А вы уже знаете мотив? Ну, догадываюсь. Вообще, твоя уверенность в том, что именно ты прав, она сильно увеличилась за 4 года внутренне? Она в миллионы раз увеличилась. Я и тогда был, как бы, тогда у меня были... Тогда ты поздевал, да? Но я тогда был достаточно уверен, что вы публиковали статью. Ага. Ну, как минимум потребует ДНК-тест. Сейчас это уже, я считаю, абсолютно доказано, даже без теста. Единственная проблема, что просто у людей не хватит энергии... Сколько времени потратить, да? Просто разобраться, разобраться в том, что... Ну, конечно, мы написали трилогию на трех языках. Ну, давай, расскажи вкратце хотя бы, да, значит, смотри, это речь. Так вот, я начну с конца. Давай. С тех, которые пришли в 2022 году. Отлично, давай. В 2019, когда я только опубликовал, институт, в котором работал Робин сказал, ну, это все они сами должны доказывать, но мы, чтобы оправдаться, мы опубликаем аудиозаписи этой Кальман. То, что вот у них книжки, они как бы транскрипты этих записей, якобы. Там и оригиналы. И вы увидите, что она говорит именно то, что только она могла знать. Так. Ничего она не публикует, не публикует, а интерес там пресса все пишет, пишет, подогревается, ничего нет. Все, интерес, пошел коронавирус, пошло то-се, интерес упал до нуля к этой теме. И тихо-тихо они в 2022 году в январе публикуют эти все 15 часов интервью. Ты скачал сразу? Я сразу скачал, но они до сих пор там висят. На хард диск. Они до сих пор там висят. Так. Никому они неинтересны, кроме вот меня с гипсом, которые вот все. Так. Ну, Ди Грей, ты показал это? Ди Грей, это уже тоже неинтересно, потому что его заклевали над другими вещами сейчас занимается. Он говорит, мне нужен ДНКТ, все отстанет от меня. Жесть какая-то, слушай, какая жесть. Мне жутко интересны такие вещи. Мне вот интересно вот эти вот куча всех историй, где вот Холивар, это жутко просто интересно. Ну, давай, поехали. Мы эти интервью, я уже за это время французский как родной изучил. То, что она говорит, то, что говорит Карман. Ну, она шепеляет что-то, но все разобрали, все транскрибировали. И что, неправильно транскрибировали или нет? Значит, смотри, первым делом фусон. Она говорит, фусон не тушен никакая. А у них написано тушен. А у них тушен. Но это только вершины айсберга. И главное, в своей ревалидации, в новой статье, они опять повторили свой аргумент про фусон. Как будто он за достоянность. Хотя я в своей статье говорю, что он как бы против. Они это просто игнорируют. Говорят, ну, она говорила там про свой дом. То есть они просто как бы в наглую так... Сейчас еще раз про тушен и фусон. Четко. Вот что с фусон и тушен? Их аргумент. Она упоминала фусон, с одной стороны. А с другой стороны, фусон была ее домработницей. И поэтому она знает только то, что может знать только Жанна Карман. Они это повторяют. А мой аргумент, а почему вы молчите, что она говорила только в том контексте, что она водила ее в школу, как маленькую девочку. То есть это они умалчивают, а просто говорят, что она говорит про фусон. Понимаешь, в чем дело? Так она прямо по-натуральному говорит, что ее в школу водила фусон? Ну да, да. Но это вершина айсберга. Потом оказалось, что все их транскрипции, это просто кажение полное. Что с тушен и фусоном? Не понял. Она говорит, что... Что за фусон? Ой. Тушона, они просто написали в книжке, что она на тушен, но она реально говорит, что это фусон, который водил ее в школу. Но это могло быть справедливо только для Ивона, потому что она на десять лет мала. И ее добро... Но это вершина. Значит, первое, что самое... То есть они никак не отвечают на то, что она водила ее в школу? Они просто повторяют то, что они говорили, как будто моего аргумента как будто нет. И про школу вообще ничего не говорят? Да, они придумают мои аргументы за меня. То есть в этой речи, 15-ти часовой, есть момент, когда она говорит, что ее мадам Тусон водила в школу, да? Фусон. Фусон, да. Но кроме этого момента там еще миллион других. Так, давай, 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 очень интересно. Значит, первое, что бросается в глаза, это такой мотив, который невозможно не заметить. Каждый раз, ну не каждый, но очень часто, там десятки случаев, когда она говорит про своего отца Фернана Кальмана. Так. Ну, если она его она, или про своего мужа Фернана Кальмана, если она действительно Жанна. Она почему-то оговаривается и называет его отцом. Мой отец, ну вот тут примеры, но их там огромное количество. А потом... Особенно мой отец. Да. Потом либо ее доктор, она все интервью записывает, ее доктор, лечащий врач. Значит, ее доктор... Но здесь она может не про него говорить, не про этого самого, просто... О, нет, я благо... Ой, ну я не помню. То есть она... Ну, вы играли на деньги на ипподроме, а мой отец, а не я. А, ну, точнее, мой муж и нет. То есть либо она сама исправляется, вот эту оговорку, либо... Сейчас, а мой муж и отец... Нет, а почему она... Вот здесь, например, идет речь об ее отце. А по-настоящему то что с отцом? Ну, она говорит, нет, она говорит, я имел в виду мужа, ну потому что... Нет, а у самой Жанны не было отца в это время? Да было, но когда она гонки посещала, ее отец был старикашкой, она, естественно, со своей семьей ходила. Но в данном случае она имеет в виду... Нет, ну я не помню, ну извините, я немного забыла. Ну возьми там другой. Вы встречаетесь с мистером в своей жизни? Да, он был другом моего отца, другом моего мужа. Вот оговорка, которую она исправляет, понимаешь? Все время в одну сторону. То есть она никогда не исправляет, наоборот. Когда говорит... Я ехал в машине моего отца. Это была машина вашего отца, а не вашего мужа? Моего мужа. Короче, каждый раз в одну сторону такая стрелочка. Отец на муж, отец на... Но не в обратку. Конечно, старый человек может ошибиться, да? Но почему она все время в одну и ту же сторону? Дальше идем, но это не только. Это самая такая очевидная оговорка, такой мотив. Да. А другая мотив... Когда ее спрашивали об Ивоне, каком-нибудь событии важном из жизни Ивоны, например, первое причастие. Да. Она рассказала по... Очень хорошо у нее память. Все восхищались ее памятью. Очень подробно ему рассказывала. Ну, там все детали. Говорила про Ивона, про Ивона. А потом бац! И соскакивает. Начинала говорить, что... Как будто от имени Ивона она говорит. А какое у вас было платье? Ну, и она описывает вот это платье причащать. А что вы делали в этот день? Ну, я помогала своим родителям. Понимаешь? То есть, естественно, если в сценарии, что она Ивона, ну, тяжело, она все время думает, ты как Ивона. Сначала она говорит, как про свою дочку, а потом она как бы соскакивает и уже в процессе десерта заговаривается. И вот она начинает говорить, а потом я доктор говорю, ну, а вы-то, вы-то сами в чем одеты? А, ну, я, ну, и уже как бы платье Жанны. Понимаешь? То есть, человек, который потратит 15 часов и знает французский, он как бы вообще из этой вещи не останется никаких сомнений. Да, но надо поставить себя... Никому интересно из-за коронавируса. Да, никому вообще не интересно. Отлично. Потому что ее опроверили. Офигеть, какая история. Значит, почему доктор? Ну, доктор думает, ну, ладно, ну, вот старый человек и говорит, но почему она все время в одну и ту же сторону? Почему она не представляет себя там матерью Жанны? Почему она все время представляет Ивана? Ну, дальше идем. Дальше. Короче, у нас во втором томе изучается все ее интервью, и мы... Это не ты? Да, это сейчас я расскажу про Ван Гога. Короче, мы пришлось изучить всю историю Арли по газетам. Все хорошо сохранилось. Ты хорошо знаешь историю Арли. Что там, где находится. И вот каждое свидетельство мы описали. Оно более вероятно, что это Ивана рассказала или Жанна. Но можно разбить на такие большие пласты школы. Да. Ну, например, школа. Ну, если, допустим, мадам Кальман сценарий подмены была Ивонной, она могла не знать какие-то детали, например, место положения школы Жанны. Ну, естественно, свое, собственно, она знала. И вот оказывается, что когда я спрашиваю там про школу, она может быть даже название правильно говорит школы Жанны. Но когда спрашивают, а где она находилась, она там... И бас, и она указывает в школу Ивана, а мы знаем, что это была школа Ивана, и вот так вот перепутала положение школы на свою дочку. Либо, если она что-то вообще не знает, она просто отбалдывает там какую-то ерунду, много и говорит, да, ну, наверное. И вот мы все эти свидетельства описали. Это большой толстый том, очень интересно. Офигеть! Это такая психологическая... Целая книга, да? Ну, это второй том нашей книги, это именно про ее показания. Вот. Значит, до свадьбы, не связанные со школой. Ну, например, ее там популярность в Торе, которая на видео, просто еще без всяких интервью, на видео несколько раз она рассказывает, как она общалась с Ван Гогом. Ван Гог тогда тоже был в Варле, когда ей было 13-14 лет. Кому? Жанне. И она стала знаменитой. Это Кальман первый раз, когда, значит, стал последний человек, который видел Ван Гога, там, в столетии Ван Гога в Варле. Ага. И она рассказывает эту историю просто блестяще рассказывает историю, как во всех подробностях, как в магазине, в своем магазине ее муж представил ее Ван Гогу как свою жену. И вот она это рассказывает, но на самом-то деле она была еще не замуж, в прошлом еще 7 лет. То есть, как бы, зачем ей придумывать вот этот, как бы, его она могла перепутать, когда Жанна была замужем, когда не Жанна, если она это придумала. А если Жанна, допустим, эту историю, даже если она ее придумала, ну, мы доказываем, что действительно она ее придумала, почему она не могла сказать по-нормальному, что она же не знает, что когда она была жена, когда она была просто его кузина. Вот таких историй огромное количество. При этом она так прекрасно знает Ван Гога, но когда ее спрашивают, а своих школьных подруг ты помнишь хоть кого? Ну, нет, я плохо. Особенно первое интервью с Робином, главное. Потом он перестал уже с доктором. Робин пришел и спрашивает, а вы... Он тогда сомневался в ней, на самом деле. А вы помните, он своих школьных друзей? Ну, нет, это было очень давно. А помнишь своих учителей? Ну, нет, я легко забываю. Потом она какого-то учителя вспомнила Ферегуль, учителя рисования. Но... И они как бы использовали его как аргумент. Переначали ее интервью, но потом оказалось, что... Она сказала, что Ферегуль был ее учителем рисования, когда она ждала свадьбы после школы. А на самом деле он приехал в Орли из Авиньона, появился в Орли только после ее свадьбы. И потом они это узнали, и в своей книжке уже написали, как будто она говорит им, что он после свадьбы был очень... То есть, короче, они изменяли ее интервью каждый раз, чтобы комар носа не подточил. Офигеть. И они занимались прямым подлогом. Да, и все те, которые пришли, да, вот эти... То есть, ты на самом деле обвиняешь вот этих ученых прямым абсолютно подлогом. Ну, по сути, да. Независимо от того... Да, да, да. Смотри, мы можем оставить... Вот, смотри, вопрос. Вот кто из них кто, да? Это вопрос, который мы сейчас там изучаем. Ты уверен в том, что подмены есть? Допустим, кто-то в этом не уверен. Но есть совершенно конкретная история с научной чистоплотностью. Есть. Конкретно. Это железо бетонное. И это независимо от того, кто прав. Независимо. Вот тогда это надо предъявить и... Я предъявил, как бы, видео опубликовал на своем YouTube-канале вот на трех языках. Они просто... Конкретно про Родина. Ну, опять же, там сто просмотров. Здесь внизу будет ссылка. Там у этого видео сто просмотров. Пока это не опубликует, опять же, Франс Пресс. Родина, это как слонод Родина и укус комара. У нас вообще 250 тысяч. Ну, пока это русский язык, но я делаю на трех языках. То есть, если это прямая, прямой подлог со стороны Родина, то он должен быть негадленно удален из ученых там всегда. Опозорен. Независимо от того, даже если она окажется 122-летней. Да, ну, это очень большой объем, значит, информации. Ну, например, там, после свадьбы, как она рассказывает им, что, своему доктору, что во время бомбардировки Арле в 44-м году она со своим мужем так-то и так-то себя вели. А муж Жанны умер в 42-м. Соответственно, он говорит, а когда умер? О, ну, я забыл там. Ну, вот такие вот моменты, таких полно. Это вот все просто... Шикарно. 50, 70. Короче, я всех... А что вот это такое? Все-таки, что за Зак Фан Гога? Это прикол такой. Она рассказывает, ну, вот этот Ван Гог, у него такой урод, такой алкаш, это же ужас какой. Я думал, Ван Гог это о, а Ван Гог это о, вот у него вот шапка была до сюда. Вот как вот он выглядел для нее, этот Ван Гог, она описывает во всех деталях. А так откуда это все эфира? Это же ты. Да я просто... Похоже. Ну, как... В смысле, ты сделал фотошоп, что ли, Ван Гог и сам? Да не, я просто, как Жанна Кайман могла представлять себе Ван Гогу. Вот такого урода, который портит там ей жизнь. Ну, типа меня. Так, хорошо, да, ладно, отлично. Забудем про это, это очень долгая история. Это нас встреча, мы не сможем читать книгу. Как произошла подмена? Это же невозможно. И вот сейчас я расскажу как. Давай. Сценарий подмены. Сначала чуть-чуть раньше, на самом деле это два сценария, они начинают вертись позже, но предустория нам важна. В 1926 году Ивана Кальман выходит замуж за капитана Био. Это военный, и у них... Вот, да? Вот их свадьба в 1926 году, и у них рождается в конце года сын Фредерик. Угу. Считается, что в 1934 году Ивана умерла от туберкулеза, и в 19-м году дальних родственников опрашивали журналисты, документальные фильмы есть, они говорили, ну мы знаем, нам рассказывали, что Ивана умерла от туберкулеза. Но это уже после войны было там, от старших нашим передавалось. Да, и кроме того, в архиве военном в Париже было найдено письмо, из которого следует, что Жозеф Био взял в отпуск из армии на пять лет в связи со здоровьем своей жены. Какие-то у нее были проблемы со здоровьем. И вот доктор Лебер, в интервью на аудиозаписях мы знаем, спросил мадам Кальман. Вообще она не любила говорить про этот период времени, но однажды он спросил, а когда его назболел? Она говорит, ну после рождения Фредерика у нее был приврит, и после него ее отправили в санаторий в Верхней Савое во Франции. Но она там недолго, немного времени провела. Все, вот все, что она сказала. И действительно мы видим, что в двадцать восьмом ей плохо, туберкулез. В двадцать девятом мы уже видим ее на фотографии Варли на свадьбе брата Жозефа Жан Полли. Ну то есть она как бы оправилась от своего туберкулеза, более-менее уже в Варли находится. В тридцатом году на фестивале костюмов, тоже в альбоме подписано как Ивона, странно она выглядит. Вообще она очень любила фестиваль костюмов в молодости Ивона, до сих пор на блошиных рынках и на интернет-акционах. У нас битва сторонников противника Жанны Кальман. Кто купит, вылезает неизвестно откуда. Пусть в фотографии Ивона с этих фестивалей. Короче, она оправилась в тридцатом году. Вот болела, оправилась. Независимо от сценариев, это вот у нас известно. Тридцать первый год, ключевой, очень тяжелый год для семьи Кальман. Сначала в январе умирает отец Жанны Николя Кальман. Потом перепись населения в марте. И они живут в Варли. Но почему-то странно какая-то перепись, перепечатка, какие-то ошибки. Две Марии. Мария это мать Фернана, мужа Жанны. Она с ними жила. Почему-то две вместо одной. И Жанны нет, Ивоны нету. Есть Жозеф в своем отпуске из армии и сын Фредерик. Это мутная перепись, но Ивоны там точно нет. А следующая информация о тридцать первом году пришла. Виде фотографии Ивоны с зонтиком. Подписанный август тридцать первого года. Опять же, в архивах сына того самого брата Жозефа, которого свадьба они посещали. Он до сих пор живой. Вот он нашел эту фотографию. До сих пор живой смысл до какого момента? Ну вот нет, сейчас он живой, ему 90 чем-то. Сын, сын вот они посещали свадьбу. А, Фредерик? Нет, это его кузен. Значит, Жозеф и Ивона на свадьбе брата Жозефа. У этого брата Жозефа сын Роберт родился. И вот этого Роберта есть архив, который живой Роберт. Он дал эту фотографию. Фредерик умер в 36 лет, как и официально его мать в автоаварии. Ну, мы дойдем. Значит, фотографии Ивона на зонтик. Ну, он говорит, ну, наверное, это с отдыха она прислала в августе 31 года. Вот. Это же фотография, как Жанна Кальман на множестве журналов Фигарова, когда она еще была жива. Журналисты считали, что это Жанна. Это одна и та же фотография. Ну да, но она была доступна журналистам без бэкграунда, без вот этой горы, без домиков. Просто вот как здесь, на картинке, да? Ну, и она считалась с Жанной, и доктор Лебра обсуждал ее с мадам Кальман. Да, почему это, ты говоришь, вот это Ивона? Мы знаем, что это Ивона, во-первых, потому что она, как бы, родственники знают, что это Ивона. Во-вторых, у нас много фотографий подписанной Ивоны из разных альбомов, и мы можем сравнить, и мы знаем, что это Ивона. То есть вот это и это, очевидно, одно лицо. Да, сейчас мы дойдем до этого. И здесь они выдают ее уже за Жанну. Ну, это журналисты, но они могли перепутать. Вообще, это очень-очень частое явление. Огромное количество фотографий Ивона было, как Жанна, и для журналистов, и для валидаторов. Да, понятно, так. Сейчас столько воды утекло. Короче, обсуждали они, как фотографии ее самой. Но они, как бы, не знали. Сейчас мы знаем, что это Ивона. Но когда появился этот бэкграунд... Сейчас, значит, откуда мы знаем, что это фотография Ивона? Ну, во-первых, она подписана у родственников, как Ивона. Во-вторых, мы имеем кучу фотографий, кучу Ивона. Нам доступна куча подписанных Ивона, как бы это не предмет разногласий сценарий. Все соглашаются, что это Ивона. Это не проблема. Но за счет вот этих перил и за счет бэкграунда удалось геолоцировать эту фотографию не во Франции, а на террасе отеля Бельведер в Лизане, Швейцарии. Казалось, как поняли их фотографии? Вот эти перила, они характерны для Лизана. Да, нет, все. Лизана – это курорт, где лечили туберкулез. В том числе у очень богатых пациентов с разных стран, в том числе и с Россией. Так. Туберкулез. И вот этот Бельведер – это санаторий по лечению туберкулеза. Значит, ну, мы видим, она… Хотя, честно говоря, она выглядит как пациент. Ну, на первый взгляд, как отдыхаешь, как он предположил этот Роберт. Но это отель и санаторий. Но эти ребята своей ревалидацией, и все они, конечно, говорят, ну, смотрите, ее нет в переписи в апреле. Через полгода, значит, она все это время в санатории. Вот она там лечится от туберкулеза. И умирают от туберкулеза, но все доказано. Все это, она умерла. Ну, на первый взгляд, логично, да? Как бы не прикопаешься. А давайте посмотрим на второй взгляд. Есть еще одна фотография. Вот она, да. Где они тоже путали Жанну и Ивонну местами, валидаторы. Значит, точно такая же Ивона, точно такая же прическа. Возможно, они могли в один день сделаны быть фотографии, потому что очень похожи. Такая же прическа. Да, но мы сейчас знаем, что Ивона и Жанна, они говорили, ну, вообще непонятно, кто есть кто, но почему-то мать выглядит здоровее, бодрее, чем дочка. А ты как считаешь, кто мать, кто дочь? Я сразу подумал, что это мать, это дочка. Да, ты тоже перепутал, думаешь, Иван. Вот. Вот. А как, можно ли геолоцировать эту фотографию, вопрос? Ну, когда вот фотография, непонятно, ничего, да? Ну, вообще, она снаружи или внутри, как думаешь? Ну, какие-то колонны стоят, фиг знает. Нет, на самом деле, окно, если посмотришь, ты занавеска. А, занавески. Она уходит внутрь. То есть, это какая-то наружная терраса, и, скорее всего, она залита солнцем, потому что такая экспозиция, это только черное и белое. Ну, вот тень. Очень яркое солнце. А откуда смотрят тени? Ну, отсюда. Откуда? Откуда, справа, думаешь? Ну, вот, да, вот так падает. С помощью фигурок из пластилина Агата Заггс сделал. Короче, значит, солнце смотрит слева, как ни странно. Часть тени уходит за ней, солнце смотрит слева. Можно понять, под каким углом и на какой высоте. Вот. Или как тогда вот эта тень образовалась? А вот так образовалась. На самом деле, это контраинтуитивно, но это факт. Тень не на этой стороне, а на боку окна. То есть, это вот окно вот так выглядит, понимаешь? Она выпуклая. Это под 90 градусов. Она сюда чуть-чуть совсем, от кончика ее лба заходит. Короче, неважно. Поверь, эксперимент проведен, тень падает идентично. Просто идентично от такого фонерика. Ну, хорошо. И что означает это все? Где могла бы сделана эта фотография? Оказывается, что вот эти цветы перед ней, это чертополох. Такой вид чертополоха, который растет рядом как раз с отелем Бельведер. А почему? Почему перед ней поставили такие захуделые цветы, как думаешь? Каких знает? Короче, они использовались для лечения туберкулеза, таких легочных болезней. Вот. И она с ней еще подарок. Какой-то подарок, почему все перед Жанной. А еще здесь есть занавески, стол. Короче, все это очень похожее есть на фотографиях из Лизана. А вдруг эта фотография тоже в Лизане? И оказывается, сейчас этой террасы уже нет. Так, ну допустим. Но оказывается, что окно прямо напротив Ивоны и по солнцу 8.30 утра, и по всему, по размерам, по всем деталям, и что здесь нет отражения веток, оно идеально подходит. А вдруг, значит, гипотеза, и причем это самая единственная рабочая гипотеза, что эта фотография сделана тогда же, в августе, в Лизане. А что это значит? А вдруг на той же самой террасе? А вдруг эта Ивона приехала к Жанне, которая тогда болела, и, соответственно, вручила ей подарок, остановилась в этом отеле. Вот эта Жанна, более молодая, в 20-е годы. Есть разница какая-то между этими фотографиями? Ну, на мой взгляд, и не только на мой, здесь Жанна очень исхудавшая по сравнению с этим. Она потеряла в весе. Возможность связана с тем, что у нее как раз туберкулез, это чахотка, при которой теряет ли вес. Ну, возможно, ты не убежден, да? Надо какие-то документальные, документальные связи. Слушай, надо как гириатор. Вот когда гириатор смотрит и говорит, что тело этого человека не на 122 года, это меня убеждает абсолютно. То есть это как бы это хорошее свидетельство, потому что человек в теме, и он знает. Но я не биолог, я не знаю, как же происходит туберкулез. Ну, да, есть другой гириатор АЛАР, который ее валидировал, который говорит, что все нормально, просто она старела медленнее. Так вот. Нет, ну тут вопрос заинтересован, понимаешь, это вот вопрос заинтересованности. Если у вас его уже не извините, ну зачем ему это все нужно? Ну да, мы хотели найти документальные подтверждения из бельведер. Но, к сожалению, все записи архива уничтожены, это частный санаторий. В Лизане осталась бы запись, если бы они провели там больше трех месяцев. Но запись в Лизане... Это все реальные фотографии, да? Да, да, да. Жанна 20-й, Жанна 900-й год. Да, а это Жанна 31-й. Значит, тоже нет, значит, они были там меньше трех месяцев. Как быть? И вот мы нашли сына доктора санатория Бельведер, Мориса Жильбера, который все еще жив, ну очень старый. Короче, мы его нашли, поговорили с ним. Есть, опять же, на моем YouTube-канале, когда, кажется, разговор с ним. И он подтвердил, что его отец речил Жанну Кальман и так удивился в 70-е годы, когда узнал, что она еще жива. У них дача не очень далеко от Орли, там, 70 километров. Как-то он услышал, что вот Жанна Кальман такая старая, там, 105 лет, что есть 100 столетий, она, как бы, приходила к мэру. Как-то он узнал и говорит, как так? Она была вообще старше меня, идущая туберкулит. Как она могла вообще выжить? Ну, он верит, он настоящий, она просто, короче, он подтверждает полностью. А про Айвона, про дочку, он вообще ничего не знает. Какая дочка, он вообще не знал, что есть такая дочка. То есть Жанну документально там лечили, вот это? Не документально, по свидетельству сына. Это не железобетонный, он мог это все придумать. Ну, зачем? Ну, архитектор, как, воеватель, он говорит, ну, его, его сестре... Как бы тут каждый, каждый нужно смотреть, вот, ну, там, понятно, что... Понятно, что, там, когда вот такая тема вся пошла, уже никаким рабином доверия быть не может этим символарам. А Новоселову явно пофиг. Поэтому, если Гириатов говорит, что это... Ну, сейчас ему уже не пофиг, он тоже, как бы, спорю сейчас. Ну, в начале он начинал, он с того, что ему совершенно было пофиг. Ну, да, так вот. Дальше, значит, здесь, да, есть человек говорит, что она лечилась в этом. По крайней мере, она лечилась. Ну, да, в сценарии валидаторов... Да, в сценарии валидаторов лечилась Ивана Жанна Здорова, а в сценарии нашем лечилась Жанна... А Ивана вызрела, она болела, заразила Жанну, вероятность очень большая, что она заразит. Заразила, когда она о ней заботилась, и вызрела. Два разных сценария. Также этот Жильбер говорит, что его отец вообще был против, чтобы они задерживались в санаторий. Говорит, ну, там вся терапия, это просто на солнце загорать. Ну, то есть, нет смысла... Антибиотиков не было. Если ты долго там застрял, ты уже в обычную жизнь не адаптируешься. Там, как бы, своя среда такая безумная. Короче, и действительно, мы видим, что они провели там меньше трех месяцев. И уже в ноябре 31 года Жанна подписывает продажу квартиры в Орле своих родителей у своего нотариуса. А нотариус этот 50 лет обслуживал семью Кальман. Так. Значит, она оказалась обратно в Орле. Пускай там подлечилась, ну, в нашем сценарии. Вот. Что происходит дальше? Вот дальше самое сложное. Значит, эти ребята, Робин и Алар, говорят, что невозможно обосновать эту подмену. Какой-то сценарий, триллер, как они все это провернули и, главное, зачем. Ага. Ага. Смотри, очень сложный момент, надо сосредоточиться. Этого никто почти не понимает. Но многие, потому что они не хотели. Давай, давай. Надеюсь, поймешь. Короче, предыстория. Детективный. Просто детективный. Семья Кальман. Настоящий детектив. Еще отец Фернана, который муж Жанны, в прошлом веке основал вместе со своей женой Марией, которая была из богатой семьи, магазин тканей в центре Орле. Очень удачно выкупил дом на аукционе, когда прорубили новую дорогу, в отличном местоположении. Стал миллионером в нынешних терминах. Вот этот магазин шикарный в 1900 году. Сам он, к сожалению, тоже умер от тифа в 19 веке. Оставил этот магазин своему сыну и своей вдове Марии. Да. Вот. На первом этаже был магазин, на втором жил Фернан со своей женой Жанной и дочкой Ивонной, и потом сыном Фредериком. А на третьем жила Мария. И вот эта Мария... Вот перепись случилась, когда два раза я записывал. Что за Мария еще раз? Мать Фернана, которая владелец магазина была, по сути. Да. Она была уже не молодой и тоже умерла. Вот освободилась в третий этаж. И, значит, они вернулись, допустим, Жанна и Ивона. Да. И как ты думаешь, в Арле... Мы знаем, что в Арле никто никогда не знал, что Жанна, если она боялась об этом, никто об этом не знал. Почему? Потому что туберкулез считался позорной болезнью, а болезнь в низших классах заразная. Вообще это как спид сифилис сейчас. Да, она скрывает. Это надо скрывать. И, действительно, мы знаем, что они это успешно скрыли. Как они могли это скрыть? Значит, ну, она приезжает, допустим, поселяется отдельно на третьем этаже. На втором все остальные живут, а у них есть маленький сын Фредерик. Еще один аргумент защитников. Ну, как Фредерик бы знал, кто его мама, кто его бабушка, и он бы рассказал своим друзьям, все бы об этом знали. Ну, тому же Роберту, который все еще жив. Но на самом деле это, на первый взгляд, так, а на второй – не совсем. Мы знаем, что он, пока не умер, всегда называл мадам Кальман таким прозвищем Манзан. Манзан. И в одной из биографий, даже было несколько биографий, не только валидаторы написали. В одной из биографий написано, как это произошло. Во-первых, Жанна была его крестной матерью, и, значит, Ивона якобы была в отъезде в Италии, а маленький Фредерик все время норовил назвать свою бабушку Жанну мамой. Маман, маман, маман. А им говорят, ну, она Жанна, назови ее Жанной. А он, как бы, компромисс Маман-Жан. А он уже не выговаривал, и так он начал называть его Манзан. Манзан. Что произошло? В сценарии... Ну, мы знаем, что Ивона болела туберкулезом. Соответственно, ее с рождения изолировали от этого ребенка, чтобы она не... И вообще в те времена было не принято, чтобы мать воспитывала домработницу, няня, кормила грудью. А в данном случае она вообще была изолирована. Соответственно, крестная мать Жанна была для него как мама, пока она сама не заболела. Вот она осталась в Манзан, она заболела, опять изолирована. И вот ему 4 года, и они приезжают. И он, как бы, знает Жанну как свой Манзан. Ну, какую-то женщину, одну женщину только он знает, это уходит на... А этот с ним живет. И он мог ошибиться, назвать ее, допустим, Ивона Манзан. А его... В этом магазине он играл с детьми сотрудников. Соответственно, если он зовет ее Манзан, она его не поправляет. И они все думают, ну, Жанну вернул, Жанну все в порядке. А у них легенда, что Жанна здесь живет. Вообще она очень редко посещает магазин, там живет своей жизнью. Но главное, чтобы в городе все знали, что Жанна все в порядке. Потому что если они узнают, что Ивона слухи когда-то болела, сейчас еще Жанна болеет туберкулён, значит, конкурент сразу пустит эти слухи. Не ходите в этот магазин, а что это было за время? Тут они были богаты, а 31 год начинается дефляция, великая депрессия. Соответственно, их товары, которые долго лежат, дешевеют. А все сотрудники магазина, друзья Фернана, он их не хочет увольнять. Короче, в долги можно влезть, и это состояние может улететь. Короче, ни в коем случае нельзя таких слухов пускать. Соответственно, Ивона начинает пользоваться тем, что он называет ее Манзан. Не поправляет, говорит, ну я-то и есть Жанна, да. И кому-то малознакомым людям, она тоже говорит, ну они принимают ее за Жанну. А Жанна, как такое вообще могло случиться? Ну, слава богу, у нас есть куча фотографий Ивона и Жанна. Вот рядом они лежат, Ивона и Жанна. Короче, они были похожи. Как мы это можем проверить? Во-первых, их путали и журналисты, и валидаторы. В 19-м году они на телевидении их путали, Ивона называли Жанна. Вот можно сравнить, на самом деле все от ракурса, от освещения, они ближе, чем мать и дочь. И в географиях описаны случаи, что их даже на свадьбе Ивона их путали. Жанна говорит, вы что, невеста там? Почему вы не одеты? Ну и даже отец Жозефа их путал. Короче, их могли перепутать. Жанна выглядела очень молодо, как мы видим на этом совместном фото. И вот она могла начать пользоваться этим и делать вид, что она это Жанна. А что произошло дальше? И дальше самое важное. Ну, пока это просто невинная такая маленькая ложь, просто временная. А потом Жаня стала хуже, допустим. Ну, начал начать. Нет, ей понадобился врач. Они могли взять какого-то малознакомого врача, которому сказать, ну, это болеет Ивона, чтобы суток не пошел. Ну, она раньше болела, вот у нее рецидив. Жозефу надо продлить отпуск из армии. Он нужен своей семье, своему сыну и вообще помогать. Значит, ему нужно тоже сказать, что болеет Ивона. Значит, он тоже, допустим, в этом сценарии врет. И врач подтверждает, что болеет Ивона, но он просто его обманули. Что происходит дальше? Жанну надо где-то лечить. В Орле плохо, есть у нее фирма, но там ее все знают. И она в 33-м году, вот сейчас ключевой момент, в феврале покупает виллу в Параду. Параду – это место в десяти километрах от Орля. Шикарная вилла, ее там никто не знает. Ее можно использовать как частный санаторий. Так. Загорать. И она подписывает договор о покупке. Почему же она? Потому что используются ее деньги. Во-первых, у нее были деньги, у Фернандо могло уже их не быть. Во-вторых, ее мрачный контракт защищает ее собственные финансы от кредиторов. Поэтому логично, что это должна сделать Жанна. Но допустим, что Жанна болеет и не может, не выдав свою болезнь, это делать. Значит, она могла это сделать и вон. Почему мы так думаем? Потому что, во-первых, как она могла обмануть своего нотариуса? Он 50 лет их взял. Но нотариус как раз за полгода до этого шел на пенсию, приехал новый нотариус из другого города, который, очевидно, их не знал. И смотрим на подпись. Подпись, видишь, отличия в 1933 году от 1931? Какие-то есть отличия. Во-первых, здесь полностью ими написано Жанна. Тут через J, тут через G, да? Во-вторых, супруга Кальман почему-то раньше она так не писала. Просто уже Кальман. А во-вторых, после T нету хвостика. Здесь после T есть хвостик, здесь же остренько, здесь же тупо. Но это, возможно, какая-то флуктуация, пока у нас за ее подпись сложно сказать. Но она отличается. Кроме... Здесь, опять же, нужен графолог. Вот тут, то есть, каждое свидетельство, которое... Я помню, вот весь этот мега-срач, когда был вокруг Боинга, там приводили картинки, и какие-то доморощенные эксперты утверждали, что им все очевидно. Ну, это всегда так. И я всегда утверждал только одно. Вам ничего не может быть очевидно. Я не утверждал, что сбила эта сторона или сбила эта сторона. Я просто говорил, вы ничего не можете понять. Вас можно обвести вокруг пальца вот так, любой грамотный этот... Да, но и эксперт может также быть антиэкспертным. Эксперт может быть антиэкспертным. Эксперт-эксперт не докажет. Нет, я сейчас покажу больше подписей. По двум подписам мало что, но это как бы намек, они разные. А еще был документ, увлекован в одной из биографий, удостоверение личности. Очень странно. У нее был паспорт у Жанны. Зачем-то она получила необязательное в то время удостоверение личности, которое в основном иностранцы получали временно эмигранты. Скопировалось паспорт с фотографией Жанны более раннего времени. Также сам написано Жанна супругой Кальман. Тоже подпись без хвостика после Т. И округлые жи. И какие-то странные данные. Черные глаза, то есть очень темные. А мадам Кальман старости были серые. Она говорила своим валидатором, но у меня всегда были серые глаза. Это тоже есть аудитория. То есть не соответствует цвет глаз, не соответствует подпись. И вообще странно, зачем она ее получила. В сценарии подмены, понятно, зачем. Она получила, чтобы прийти к этому нотариусу, подписаться за Жанну. Ну, она не знает, подпись похожа. Все нормально. Смотрит. Но это как бы было... Мы постепенно раскапывали. И за несколько лет я добыл огромное количество подписей Жанны. Все... Вот это настоящие, да? Ну смотри, они делятся на два периода. До 32-го года включительно. В связи с удостоверение личности. И после 33-го года. То есть вы ожидаете, что вот это подделанные, это... Ну, сравни. Каждый... Тут эксперт не нужен. Каждый человек может посмотреть слева и справа. И медицинский факт. Слева всегда у нас хвост после Т. Справа никогда его нету. Ну, слева всегда Жи острое, два движения. Жи острое, да. А здесь всегда оно это. Почему? Ну, скажем так, это правда, но я не знаю, насколько это... Ну смотри, это значит, человек очень часто подписывался. Все время стабильно. Тут у него сменился нотариус, она купила виллу. И почему-то в этот момент 58 лет. Но здесь после Т тоже нет. Да. И я показываю для примера брачный контракт из прошлого века. Почему вообще? Ну... Но здесь... Ну, то есть я... Я объясняю, да? Смотри. Хотя я вижу, что она такая, как здесь. Нет. Почему Ивана не могла поделать под... Если в моем сценарии... Почему она не могла поделать под... Объясняю. У нее не было доступа к архиву нотариуса своего старого, который есть у меня. Потому что в Франции... Они уже сейчас в архиве, тогда нет. А у нее был доступ к брачному контракту из прошлого века. И только в прошлом веке невыстоявшаяся пропись Жанны была без хвостатой. А... То есть по старой подпись она могла подать, ну нету хвоста, но я не буду делать хвост. Понимаешь? Потом она очень стабильная подпись. Подпись может эволюционировать. Постепенно она может приобретать, терять хвост. Но резко в один момент времени... Ассавв... 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 Здесь она эволюционирует. Вот смотри, слева она там удлиняется, хвост, что-то меняется. Но вот что резкая, резкая смена, сценарий подмены... Что такое, что вот не так, а вот так написано как-то... Это очевидно объясняется. С сценария обычно в 58 лет с чего... А почему именно в момент смены... Почему все так совпало? Почему в такой... Ну да, нет, здесь, наверное... Почему после туберкулеза? А ты не говорил с графологами все-таки объективными такими... Я вообще за 4 года понял, что бессмысленно обращаться к эксперту. На каждого эксперта найдется другой эксперт. Да ладно! Мне кажется, каждый человек должен сам... Ты зря. Пойди к графологу. Графологи говорят... Или ты уже ходил? Нет, ну графолог говорит, ну нам нужно письмо посмотреть подробно. Ну да, странно, что... Но ты говорил или нет с ними? Да или нет? Пытались. Во-первых, каждый хочет деньги за свои услуги. Во-вторых, хочешь поговори, найди. Я найду графолога, который скажет так, они скажут... Что это у тебя купленный графолог? Как они говорят, Дегрей купленный. Это миллиардеры хотят получить доступ к Жанне Карману, чтобы... Но все-таки я бы посоветовал тебе взять нашего хорошего проверенного графолога российского. Никто ему не поверит. Они скажут, что это ваши путинские козни. Ну понятно, для себя, для нас. Для себя не очевидно, что у нее резко изменилось. Я ставлю столько одному в пользу подмены, что это не случайно, что это Ивона. Ну хорошо. Ну ладно. Я не могу... Хочешь найти? Я вижу, что разница есть, но чтобы утверждать что-то надежное, я не могу. Так, что случилось дальше? Что случилось дальше? Но пока все совпадает. Как бы объясняется. Дальше версия подмены сейчас пока вполне объясняется. Дальше. Ну и сценария. Опять же, это временно. Они надеялись на что? Что как Ивона выздоровела, Жанна выздоровит, и они обратно все это отвинтят. Они не будут сейчас с нотариусом, не будут с этим врачом. Все, они станут обратно. Но то, что случается, Жанна умирает. Да. Жанна умирает, и все, назад пусть и нет. Если они сейчас признаются, что они поменялись, и все, отмотаем. А доктор уже за свидетельство о смерти Ивона, но он считал, что он Ивона. Священник за свидетельство о смерти Ивона. Уже армейское начальство Жозефа знает, что вела Ивона. Все родственники, которые дальние, которые не посвящены. Конечно, близкий круг посвящен. Те, кто нет, они все знают, но болеет Ивона. То есть, если они сейчас... Это сканал будет миллион раз больше, и ее поставят просто в тюрьму. Потому что по французским законам подделка подписи, это... Птичка. Это пропасть. Короче, выбора нет. Они публикуют от имени всех родственников огромного списка, что мы сейчас хороним Ивону. Значит, собирается... Из этих родственников кто знает? Вот сколько людей на самом деле знает? Да, несколько знают. Действительно, это семья Жозефа. Мы считаем, что... Я потом могу объяснить, если хватит времени, но это все... Это все гораздо подробнее у меня описано, конечно. Значит, они публикуют объявление о похоронах. Вот, да. Ну, это похороны друга Кальмана. Она про него говорила, что он там бабник. Просто в том же году разница там. Она умерла в день рождения Ивона. Смерть произошла в день рождения Ивона, 19 января. Ой, как. Вот этот родственник... Он, кстати, у него, скорее всего, роман был с Жанной Кальманной. Это отдельная тема. Это мэр. Ну, его просто похоронная процессия в Орле. Тут некролог Ивона. Там же в магазине за неделю до этого еще какой-то сотрудник умер. Значит, публикуется это от имени родственников. Большинство из них не знал. Кто-то вообще живет в другом городе. Кто-то еще что-то. Даже если они пришли на похороны, как... Все эти говорят, ну, все, похороны публично, значит, все доказано. Это 100%. Как происходит похороны? Во-первых, мы не знаем. Они говорят, ну, у нас традиция, гроб открытый, все прощаются. Во-первых, туберкулез-смерть, если это знают, то не каждый согласится попросить. Во-вторых... А известно, были закрыты похороны или нет? Не известно. Это неизвестно, да? Предположим, хорошо, пускай открыты. Ну, я могу тебе сказать, да, что если на свадьбе даже путали, то почему же на похоронах не смотрят? Ну, гробу после туберкулеза никто вообще не отличит, не узнаешь человека. Даже ты человек выглядит по-другому. Кроме того, если его нормальный вид, по фотографии, как бы, прическу делает, никого... И сама она присутствует на похоронах, значит, в этом... Вуале, рыдает, и что, кто там, что скажет. Ну, а характер, надо знать характер этой мадам Кальман, она очень жесткая. Которая Жанна или Которая Ивана? Да, которая в старости. Мы не знаем, кто она, но ее характер, кстати, совершенно не соответствует тому, что про Жанну можно сказать. Жанна такая, ну, она и говорила, что моя мать, она такая вся воздушная. А это жесткая там материться охот. Ее любимое занятие... Жанна, она рисует, нам пианино играет, это охотятся там... Ну, а тут сразу видно, кто охотится, кто рисует. Ну да, она жесткая. Если ты мне сразу сказал, что здесь кто-то, кто рисует и кто охотится, если ты сразу мне сказал, я бы сразу сказал, что это рисует, это охотится. Понимаешь, если бы у нас было пять часов, я бы про рисование охоты... Да, это очень, ну вот как бы, по этому признаку я бы сразу понял. Да, психотип абсолютно разный, и совершенно очевидно, кто Жанна, вот это воздушно. А это после смерти она никогда не рисовала. До этого куча там картин Жанны, Жанна Торреса, уже нет. А, тут еще и такие, косвенные. У нее все изменилось. Как интересно, все изменилось. Это такая вся буржуазная, и вон она такая вся буржуазная, а Жанна, она родилась в совершенно другой семье, в кораблестроителе, она там помогала рабочим, она совершенно другой вообще человек. А я тут даже не помню, чем ее отец занимался, Жанны. На самом деле, он тем же самым, что и Жанны, там, в обществе распределения благ и рабочих. Короче, там огромный пласт, я просто не могу все рассказать. Ну да, в общем, ее, да. Короче, похороны. Эти говорят все, доказывают, что похороны не было подвязанных. Все нормально в этом сценарии, могли провестись в похороны, все было в порядке. То, что там они описаны, эти знакомые, потом из интервью с ней оказывается, что с теми, кто ее близкий родственник, она вообще не общалась. Она даже не поняла, не знала, кто там, на ком женился, вот этого списка, вот этого мадам Кальман. Сама тоже в этих похоронах, в кого-то из них, ничего она на них не была тоже. Короче. Это очень интересное расследование. Так. Ты реально Рюкель Пуарон. Что там после? И Шерлок Холмс. Ну мы с гипсом, на самом деле, как бы, совместная работа. Холмс, Рюкель Пуарон. Что случилось после Пуарон? Она резко уезжает в свою породу из Орли. Эти все говорят, что она всю жизнь в Орле. Известно, что в Орле она покидает, она в трауре, и она заботится. А, кстати, до этого, в 31-м году, она была в трауре, настоящая Жанна, по отцу Николя. И поэтому Фернан без нее на светских мероприятиях присутствовал. Это как бы могло объясниться тем, что она тоже в трауре. Сейчас она в трауре и посвящает свою жизнь Фредерику. До этого, мне кажется, что Ивона там плевать на хотела на своего сына. И поэтому-то он не понимал, кто есть кто, и вполне поверил им, что она его бабушка. Но теперь, значит, она посвятила жизнь Фредерику. И вот мы видим в 37-м году, через три года после похорон, фотография в Версале. Они навещают того самого брата Жозефа и его сына, который все еще жив. Ну, это от него фотография. Вот они с Фредериком, они друзья. И поэтому он говорит, ну, не могла она поменяться, потому что он бы мне все рассказал. Но он сам не знал. Вот, а... На четырехлетнем мальчике легко заплатить. А сам вот этот Роберт Био, он смотрит на фотографию Жанна, вот, которую я показывал, которая толще говорит, это не она, это у вас ошибка. Это не та женщина, которую я знал. Понимаешь, да? То есть он видит, что это другой человек. Но его не переубедить, что она не настоящая. Помнишь, Жанна? Мальчик, это что за история? Ну, помнишь фотографию, которую я сравнил, я говорил тебе, что она худее стала. Да, 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 да. Ну, ну, вот. И вот он смотрит, она в журнале, мы ее нашли, купили. Это вообще огромная работа. Надо было купить старые журналы, найти, где ее фотографии. Ну, ну, ну. На блошинках. Там подписка Жанна, и очевидно, что это Жанна, потому что вот ее внешность такая же, как на подписанной фотографии в 900-м году. Но этот Роберт Био, который не знал ее, он родился в 31-м году. Он родился, когда еще, ну, короче, он не знал ее. Он говорит, ну, это не она, это другой человек, у нее там нос другой вообще и без бижутерии. Ну, в общем, это другой человек. Понимаешь? Он говорит, а для него я все равно, он уверен, что надо стоять. А другие говорят, да нет, ну, это Жанна, но и очевидно же, что это так же выглядит, как Жанна Старь. То есть у каждого защитника свой аргумент, они друг друга противоречат, но никого это никого. Они говорят, главный аргумент, что все в нее верят. Как могут столько людей ошибаться? Все в нее верят. Нет, это как раз мне не аргумент. Так, идем дальше. Для меня, по крайней мере, да. Так, очень интересно. Так, хорошо. Так, после покорон, подожди. После покорон, вот. Значит, ну, в Версале, ладно. Я уверен, что вот эта семья, брат Жозеф, который, Жозеф, ее муж, естественно, знает, кто она. Этот брат тоже знает, семья его знает. А вот тех дальней родственники Полини Кальма, они не знают. В это время она большую часть времени в Параду. Вот ее фотографии ее жизни. Вплоть до 62-го года, когда Жозеф умирает. В 63-м году Жозеф умирает. И в этом же году Фредерик также умирает в автокатастрофе. И она остается совсем одна. Вот это 62-й год. 62-й год. Всегда. То есть ей, если верить официальной версии, здесь 88 лет. Да, 87. 87 лет. Ну, она в очках, ты хрен понимаешь. Всегда они вместе. Вот эти редкие фотографии вообще, на самом деле, у семьи... А здесь 70. А здесь 43-й год. И все говорят, ну смотри, но она же вся седая. Как она может быть 45-летняя, да? Но она же седая. А на самом деле, 3% европейцев, если они не будут красить волосы, они седые. Если у Ивана было ранее посидение, и она перестала красить волосы, она сразу же... Да, и все смотрят. Здесь она похожа на Жанну на фотографии подмены. Она тоже смотрит вниз. Похожая поза, и они похожи. Да, похожи? Ну, фиг знает, слушай, вот тут уже совсем тяжело. Ну, на эту-то она тоже похожа. А мы найдем ракурс, где она здесь будет больше. И вот эти вот аргументы, они не работают. Но для многих защитников это ключевое время. Но факт тот, что в 43-м году она охотница в Параду. Она не живет безвыездно в Орле, она живет на своей вилле и охотится. И она говорит, я там любила охотиться своим мужем. И всегда на фотографиях они вместе с Жозефом. Что делает Жозеф? Он продает свою квартиру в Российском доме и остается жить по переписи. Официально живет в квартире над магазином вместе со своей тещей. Его сын уже женился, живет в соседней квартире. Понимаешь, человек живет со своей тещей, продал квартиру. Зачем? Ну, сына, они, допустим, вместе воспитали. Но они всегда вместе. Ну, говорят, ну, она заботилась о нем, там, он болел диабетом. Действительно. Но они всегда крайне близки. В случае, значит, вализатор говорит, ну, какой инцест? Она что со своим отцом теперь будет жена? Нет, она остается жить так же само с этим Жозефом. Вот. Кроме того, когда Жозеф умирает, она остается совсем одна. Ну, у нее там были проблемы в отношении с вдовой Фредерико. Неважно. Остается одна, ходит в церковь, на кладбище. Очень удивленный образ жизни. И только вот с одним человеком, ее семьей, она очень близка всю жизнь. Нинетта, сестра Жозефа. Вот и вон она в молодости на одном из многочисленных фестивалей костюма еще до свадьбы. Она подруга вот этой Нинетты. И вот эта Нинетта в доме престарелых со своей дочерью Жозеттой, как раз которая купила квартиру этого Жозефа. Это все семья Жозефа. И, во-первых, она велела этой Жозете, известно, когда она пришла в дом престарелых 110 лет, начала там жить, она говорит, вернись домой ко мне и уничтожь все мои архивы, сожги фотографии. А, это известно? Да, это известно. Это как бы Жозетта, она сама не... Дело в том, что все эти дети... А как объяснить эту ледатор эту историю? Ну, это обычное дело в пожилом возрасте. Она не хотела, чтобы после смерти незнакомые люди пялились в Ярке. На самом деле, она там везде выставляет свои фотографии в старости. Ясно, ясно. Ну, короче, так. Все дети, они не в курсе. Все взрослые, они просто не рассказывают своим детям про эту подмену. Понятно, да? За это время ее никто не поймал. Почему? Представляем, они говорят, ну, кто-то бы знал, там, какая-нибудь домработница бы знала. Кто бы и поверил. Да, а если это добробойцы сказали, как меня клюет сейчас в Орле, ты что, иди, давай доказайся. А и у меня не отдыхайся, и у нее не отдыхайся. Это сразу же уважаемая семья. И действительно, в Орле ходили слухи, я об этом знаю. Но потом человек, который говорил, ну, в доме престарелых, какая-то сотрудница. Начальница дома престарелых говорила, ну, сотрудница говорила, но мы ей не верили. И это, видите, сейчас спрашивают журналисты, да я в жизни этого не говорил. Ну, то есть, это безумие. Да, я понял. Ну, ладно, да, идем дальше. Итого. Так, если мы все эти свидетельства просуммируем, я, я как математик, я перемножаю вероятности независимых вот этих условных вероятств. И у меня получается, что неважно. Изначально для меня было важно, и для Египса для нас было важно, что даже из-за 122 гораздо менее вероятно. Ну, это так, да. А сейчас это можно выкинуть, и можно просто сравнить. Я понял. И просто все свидетельства, даже если щедро мы дарим. То есть, как математик, ты давал какие-то... Короче, сейчас... Но они совершенно не важны с точки зрения... Ну, для меня сейчас 50 миллиардов против одного. Но сделайте ДНК-тест, докажите, что я не прав. Нет, это вообще, это же... Вот то, что сейчас происходит. Вот смотри, мне, вот мне абсолютно все равно. Абсолютно, да? Все равно, что правда. Вот прямо вот как на духу, да, вот говорю честное слово, клянусь. Абсолютно все равно. Вы просто откройте и покажите всем. Что говорит Родин? Просто сделайте ДНК. Ну, любой человек, который против этого, уже изначально кажется, что на нем... А кажется, нет, французы говорят. Ну, смотрите, у нас железобетонный аргумент, что она неподменна. Первое, что она уже лаварли, что похоже на публично. Докажите так, чтобы вообще не было вопросов. Ну, смотри, ну похоже на публично, что они, слепые? И ее все там знали, она там в центре, в магазине. Магазин все знают. Значит, вам совершенно не страшно открыть ДНК. А нам это не нужно, это просто люди... Нет, нет, это смешно. Они хотят получить... Это говорит Родину, уважаемые ученики. Вы что, не можете сделать ДНК так, чтобы им не досталось? Это смешно. Нам с тобой смешно. А вот это просто... А журналисты делали... Вот это реально смешно. Нью-Йоркер, уважаемые ученики. Я не знаю, что ДНК, но вы покажите, и пусть... Они все говорят, ну, какие-то странные русские, но аргументы валидаторов сильнее, они говорят. И все, и если ты попросишь в Википедию, какой-нибудь аргумент, что она не достает, его сотрут. Потому что научный консенсус, любая научная статья, куча выходит статей, где используется Жанна Кальман. И даже в оценках, там, в статистических, она сдвигает какие-то оценки на полтора года. Они говорят, ну, без Кальмана было бы так, с Кальман так. Они даже не упоминают, что кто-то сомневается в Кальман. А если упоминают, то они стоят только на статью, не на мою, а только на статью. Я вот смотри, вот здесь просто написано. 16 прапрапредков и 12. Да, это можно понять по ДНК. То есть сегодняшний тест мгновенно, одним. Вот просто, то есть сделать... Вот смотри, собирается независимый пул. Приезжаешь ты, приезжает Гипс, приезжает Робин, приезжает Алар. Приезжает миллион журналистов из разных стран. И прямо в прямом эфире открывает ДНК и ставит опыт. И в прямом эфире, ты представляешь, да, там все телевидение мира, все на этом событии. И опа, Илона, или опа, все-таки Жанна, да? Короче, представляешь, как это будет круто? Это круто. Это надо наставить на этом все. Это был огромный медиа интерес в 18-м году. Это просто нужно наставить на этом. Тогда у меня не было вот всех, всей совокупности доказательств этих. Слушай, ну это просто... И они как бы... Это нужно сделать. Нет, ну все. Сейчас, ну надо... Просто журналисты не ходят. Тогда все на перебой стояли в 18. Сейчас они говорят, а, ну понятно, и куда-то уходят. Господи, да это надо сделать, это же будет супер. Ну вот скажи, кто во Франции. Это будет просто там событие века. Ну и для них, если они так верят в свою версию, это для них будет абсолютное доказательство. Они же будут потом высмеять всех, да? Вас, да? Да, да, да. Если среди зрителей есть, а потом, как Дегрей хочет, ну давайте ДНК проанализируем. Конечно, ДНК и все. Там секрет долголетия еще, наверное. Ну это я не знаю. Хотите анализировать, хотите нет. Да, вы просто вот... Я призываю всех людей, которым важна научная истина. Значит, я считаю, что то, что сейчас мы услышали, является абсолютно железобетонным доводом в пользу открытия ДНК. Все. Чтобы поставить точку. Потому что действительно, иначе, ну я, например, не могу оценить силы этих доказательств. Для меня как бы понятно. Я услышал доказательства, я услышал две совершенно, ну, совершенно такие равнозначные версии, каждая из которых могла произойти. Да, но факты, которые я тебе... Ну ты не читал, конечно, мою книжку пока. Нет, нет, ну я могу почитать. Тебе так кажется, они больше соответствуют одной версии или другой? Ну, скажем так, здесь очень много соответствует версии помены. Короче, ты кидаешь монетку, и у тебя орел. Кидаешь еще раз орел, и так 20 раз. Ты думаешь, монета настоящая или она все-таки фальшивая может быть? Да, 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 то есть что-то в этом духе. То есть скорее, да, но мне бы хотелось видеть ДНК, потому что я... Да, ну, поскольку ДНК есть, а вдруг его бы не будет? Ну, тогда бы и... Мне кажется, все доказано. Мне кажется, все доказано. Ну ладно. Кроме того, ладно, этот фонд Кронос, которым ее ДНК, не хочет давать. Николь. Если частный фонд, их проблема. О, господи. Есть могила. А ведь которые могут выкрасть, да, сейчас? Это же, да, отдельная тема. Это невозможно, да? Есть, ну, могут, почему? Есть склеп, могут поменять тело местами, да. Есть склеп, Жанна Карман. Это там нельзя ставить незамеченным, да? Ну, не знаю, может, там камера стоит. На ней, кстати, на могиле нету имени Ивона. Там есть только имени Фредерико и Жозефа. Остальные фамилии. Вот она так решила, что на могиле не будет имени Ивона почему-то. Ну, может быть, не хочется своей имени на могиле своей. Вот. И только появилась Жанна в конце, да? А так Жозеф, на самом деле, она очень любила своего Фредерико и Жозефа. Вот они умерли, жизнь закончилась. Потом она дождалась вот этой знаменитости и просто кайфовала. Она сказала, я что, 10 лет ждала? И, действительно, она получала тысячи писем со всего мира. Понятно, да. С Ван Гогом в фильмах снимала «Самая старая звезда». Короче, она поймала. Она всегда была очень чистой людьёй. Короче, три тома на трёх языках. История невероятная. Вот я вообще не думаю, что я ей займусь. Но как бы её надо было добивать до конца. Сейчас, вот сегодня буквально вышла на русском языке, на Ридера. Хотите, купите первый том. Я не смог тебе подарить, потому что я тебе дарю обложку, которую ты всю разрисовал. Я уже тут, значит, в процессе фильма появилась тракционистская картина. Да, так что... Попытки достучаться до людей. Я YouTube-канал на трёх языках, но там... Нет, у меня подписчиков. У меня 256 тысяч. Завите французов. Иди сюда, иди сюда, или я скажу нашей француженке, значит, русскоязычной. Ну, в смысле, она русская, она замужем за французов. Ссылку дам, если вдруг мало ли что. Ну, в общем, это как бы... Я призываю просто, ну, найти истину. Короче, природа лжи. Это просто пример. На самом деле мы живём в таком мире, что куча научных истин... Они вот такие, что вот ложь налипает на ложь, становится сильнее и сильнее, чем больше народа верит. Тут изначально, как бы, надо было убедить несколько человек. Доктор, которого я не знал, Наталья, который я не знал. Потом, ну, все верят, ну, эти верят, ну, из какой стати меня с... И оказывается, что почти весь город, кроме тех, кто знает, но те, кто знает, либо молчит о том, что не хочет говорить, либо понимает, что им никто не поверит. А дальше приходят валидаторы, которые неожиданно 44 года он строит твою карьеру на этом. Вначале мы знаем, что они очень сомневались, очень сомневаюсь. Потом другие коллеги мне рассказывали, что они сомневались. Ну, да, да, да. Потом они поняли, что они сейчас в ток-шоу на Триумфальной Арке, на Лейфе, на Башне. Да, им надо старейший человек. И сразу карьера, гранты, и всё, вся жизнь. И дальше уже никого не пускает. Для них риск, этот риск того, что они будут повержены. Дальше они убедили своих коллег, даже риск, да? Пиратологи, и они понимают, что мы что, тупые, нас убедили, а мы не правы. Выше мы сейчас стоим на их сторону. И вот сейчас такая стена, что это ложь просто не... И всё, что надо взять, это достать ДНК и проверить. Сейчас как бы тысячи роликов, ТикТок, Ютуб, Кальман настоящая, миллионы лайков. Я рассказываю правду, но никто про это не знает. В Википедию не попасть. Да вы дайте ДНК, и всё. Мы сейчас пробуем опубликовать научную статью, но я не знаю, кто опубликует. Да, ну что, Коленька, это шикарная история, очень интересная, чрезвычайно просто вот такая как бы поучительная. Ну и я не знаю, я как человек, который только всегда за истину, я призываю просто открыть этот ДНК. Какой призыв, это как мертвому припаду. 250 тысяч мне нужен. Нужен какой-то юрист, есть среди подписчиков, кто-то не подскажет. Ну, не 250 тысяч, наверное, что посмотрят несколько тысяч, но всё равно. На самом деле суд, там местный суд в городе соседнем. Думаете, как это взломать, да? Он открыл дело, когда была новость Франц Пресса, что русский учёный сомневается. И он его закрыл. Там говорили про эксгумации, вот Пуллин. Да, да, да. Нужно эксгумации. И они смогли закрыть это дело после того, как Радина опубликовала свою статью с пресс-релизом, которого ложь на лжи, на лжи, на глупых. Это, кстати, надо вскрыть. Это просто потрясающе. Это даже в каком-то смысле важнее, чем... На основе его статьи суд просто закрыл. А как его сейчас открыть? Это надо платить какому-то французскому юристу, я не знаю. Нет, что ложный доказывает ложь. Как доказывать? Нужно как-то обратиться в суд, кто меня будет ссорить. Я не знаю, друзья, я не знаю, что сделать. Я всего лишь ведущий канала Маткульт.Привет. Я хочу сказать, что математика, вот люди, которые понимают математику, они гораздо с большей вероятностью начинают становиться на мою точку зрения, которая, я считаю, абсолютно обоснована, чем люди гуманитарии, которые говорят, ну вот смотри, какие супер доказательства, и не может ничего дать, потому что есть супер доказательства. А как же, с другой стороны, еще сильнее доказательства, если разобраться. Ну, хорошо. Давайте, значит, так как сейчас есть возможность все проверить, то я призываю всех, кто может на это повлиять, это сделать. Потому что это жутко интересно. Ну, а если хочешь, что-то про старение, про демографию. Да, это надо, да, отдельно. Коля, спасибо огромное. А еще спасибо, внимание, студии, в которой мы сейчас находимся, огромное спасибо каналу, который нас приютил. Канал называется ВОФИСЕ! В ОФИСЕ! Спасибо. И на этом канале у меня, между прочим, целых два интервью вышло. И здесь тоже они будут упомянуты! Там вторая груда будет. О, да, да, там будет куча всего. Так что идите в описание, смотрите канал ВОФИСЕ, обязательно придерживайтесь. Я, может, сюда буду иногда приходить записывать ролики в математике. И еще, ребят, есть такой канал Диплой. Это тоже, как бы, те же люди. Ну, короче, вот, это студия, канал Диплой, канал ВОФИСЕ. Всем огромное спасибо за то, что меня сюда приютили. Вот, бескорыстно, просто из любви. Из любознательности. Из любознательности, точно. Так что вот так. Ну, и вот самый длинный наш выпуск, наверное, на канале вообще. Пока не вышел матан, 6 часов. Это я спойлерю. Так что всем, Маткульт, пока. Давайте. До новых встреч. Маткульт, пока.